Вот теперь, значит, камера включилась. Здравствуйте, пациентка инкогнито, обращаюсь к вам. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас уже вечер. Так, хорошо. И здравствуйте, уважаемые слушатели, гости, посетители канала «Врача-психиатра» на платформе YouTube доктора Джорджа Горбатова. Сегодня я провожу очередную консультацию в рамках моего проекта «Инкогнито» на YouTube. О пациентке я знаю только то, что мне необходимо было знать. А что касается ее состояния здоровья, диагноза, проблем, я, естественно, ничего об этом не знаю. И сейчас с пациенткой начну консультацию. Итак, пациентка инкогнито, прежде чем мы начнем с вами беседу, собственно говоря, консультацию, я произнесу сейчас несколько фраз, а вы мне дадите ответ «да» или «нет». Итак, я, пациентка инкогнито, разрешаю доктору Джорджу Горбатову при соблюдении им моих конфиденциальных данных, объясняю для вас, что такое конфиденциальные данные. Это ваше имя, отчество, фамилия, страна проживания, город проживания или место проживания, улица, номер дома и номер квартиры. Значит, кое-что я знаю, кое-что я не знаю. Так вот, при условии соблюдения мной, доктором Джорджем Горбатом, ваших конфиденциальных данных в тайне, в тайне, вы даете разрешение доктору Горбатову на размещение аудио, материалов аудио. Почему аудио? Потому что вас не будет видно, будет видно только моя физиономия. Кстати, что касается слова физиономия, объясняю. Физиономия – это нормальное выражение. Сейчас оно превратилось в ругательство. Физиономия – это лицо. Сейчас, когда говорят физиономия, значит, считают, что это оскорбление. Но это сейчас. Точно так же, как диагнозы – идиот, кретин, слабоумный. Это все медицинские термины, но они превратились в ругательство. Так и слово физиономия превратилось тоже в такое неприличное. Но я считаю, что физиономия – это, по сути дела, лицо. Так вот, пациентка инкогния, при этих условиях вы даете разрешение, да или нет? Да, я даю разрешение размещать мою аудиоконсультацию. Да, это вот, аудио, аудио. Отлично, все, спасибо. Так, теперь, да, кстати, у вас наушники есть? Есть, да. Но что, давайте попробуем, а быть, с наушниками будет лучше, а? Давайте попробуем. Да, попробуем. Потому что все-таки тут важно, чтобы звук был хороший. Вы меня хорошо слышите, да? Да, я вас плохо слышу, но сейчас я подключу наушники. Ну, а почему я вас плохо слышу, не знаю. Хорошо, вы одели наушники? Одела. Ну, все, вот так пусть будет наушников. Так, лучше немножко. Хорошо, так, значит, переходим к паспортным данным. Сколько вам лет, пациентка инкогнито? Мне 35. 35 лет. Семейное положение ваше? Не замужем. И не были замужем, да? Или были? Гражданский брак. Ну, какая ра, это и есть замужем. Сейчас очень многие вот на Западе, я живу на Западе, вообще не создают семьи. Но это вот такой современный, скажем, вид брака. То есть живете в гражданском браке, значит, есть молодой человек, правильно? Ну, как бы не получается, что упали. Вот плохо слышно, черт побрал. Кошмар. Вот я теперь буду предупреждать. Плохая связь и не заходите. Почему? Потому, ну, с вами уже как-нибудь оформим. Потому, что для того, чтобы получить хорошую консультацию, тем более бесплатную, надо хотя бы обеспечить хорошую связь. Хорошо. Значит, что не получается? Вы меня слышите, да? Ну, как слышно? Хреново слышно, вот так, грубо говоря. Вот. Ну, слышно. Скажите, что у вас не... Я спросил, у вас есть молодой человек, раз вы живете в гражданском браке? Нет, мы живем в гражданском браке, без регистрации, без свадьбы. И восстались. То есть, теперь я одна. А, теперь вы одна. Сейчас у вас нет, да, спутника жизни? Да, я одна. Ну, отлично. А дети есть? Были дети? Нет, не было никогда беременности. Детей нет. Врачи ставят рядом с бискодией. О, что? Так вы знаете, вы для умных людей, для умных людей, вот, очень должна быть привлекательна в этом отношении. Понимаете? Вот те, особенно, кто не хочет детей, вот, а хочет самым, значит, хочет самим себя, самого себя чувствовать. Чувствовать ребенком. Вот такая супруга, это будет бесценное. Почему? Потому что для такой дамы, которая не может родить, муж будет как ребенок. Он будет счастлив. Вот. Ну, видите. Не, это вот, значит, не попадаются нормальные умные мужчины. Понимаете? У вас уже, у вас уже и так проблема. Вы не можете родить из-за бесплодия и так далее, и так далее. Но хотя бы муж должен быть или спутник жизни. Ладно. Хорошо. Следующий и последний вопрос из паспортных данных. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Нигде. Нигде? А чем? Упаси Боже, только не говорите. Я работаю там-то, там-то, там-то. А кем? Я работаю с сиделкой, нями за уходом, за престарелыми людьми ухаживаю по людьми. Подождите. Так вы работаете самостоятельно? Это на себя или какая-то организация? Это организация, да. Которая, которая, значит, предоставляет услуги по уходу за престарелыми и больными людьми, да? Совершенно верно. Ну, так вы знаете, если вы имеете опыт, переезжаете в Германию, работу получите немедленно. 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 Вот я сам сейчас в такой роли. Почему супруга у меня уже получила вторую, вот, второй град, скажем так, ну, это по-немецки, флега бедюр втикает, и вот я ухаживаю, ухаживаю за своей супругой. Вот и все. Тут сейчас это самая такая нуждаемая, скажем, профессия, самая востребованная профессия. Вот, пожалуйста, с руками и ногами возьмут. И не только в Германии, а в любой развитой стране, и в Голландии, и во Франции, и в Дании, и в Австрии, и в Швейцарии. Вот, почему? Потому что это вот такая профессия. Вот. Хорошо. Все ясно. Так, ну, а теперь, пожалуйста, в двух-трех предложениях определите проблему, почему вы, молодая дама, 35 лет, ищите помощи у врача-психиатра. Ну, вообще, мне кажется, у меня масса проблем психологических. Нет, подождите, это все не то. Проблемы психологические. Конкретно, какие проблемы? Я очень плохо себя чувствую и физически, и психологически. Уже длительное время я склонна к повышенной тревожности, к депрессиям, к алкоголизму. Ну, вот, вот это уже ближе, понимаете? Психологические, физические проблемы – это ничего. Понимаете? Вот, вот у нас сегодня погода плохая, а я встал, чувствую слабый, вот тебе физическое. Если я скажу физическая жалоба, это же ничего не понятно, все понятно. Значит, вы склонны к депрессиям, еще и к алкоголизму, да? Да. Подождите. Так вы что? Что значит, давайте начнем с последнего, что значит алкоголизм? Понимаете? Но вообще-то, по идее, вы должны были сказать, я, скажем так, алкоголик, или я, когда мне плохо, когда я нахожусь в состоянии депрессии, я употребляю алкоголь. Это разные вещи, потому что алкоголизм – это уже зависимость, все, человек уже не может без алкоголя быть. А когда плохо человеку, когда депрессия, плохое настроение, ну, так очень многие употребляют алкоголь. Так вот, у вас алкоголизм или вы просто иногда употребляете алкоголь? В последнее время, в последние годы употребляю я где-то в течение 10 лет регулярно, стабильно. То есть, хорошо у меня все, нехорошо, и в горе, и в радости, так скажем, как средство стимуляции. То есть, ну, допустим, если я себя плохо чувствую, а плохо я чувствую себя всегда, это сонливость, вялость, хроническая усталость. И как в качестве стимулянта я употребляла вот этот алкоголь, чтобы не находиться в состоянии вялости. Понятно. Следующий вопрос. А какой алкоголь вы употребляете? Крепкие напитки или вино, или пиво? Вино, пиво, без крепких. Без крепких. То есть, вот такие легкие пиво и вино. Понятно. Понятно. Так вот вопрос следующий. Ведь алкоголь в малых дозах, он стимулирует малых. Но потом он все равно вгоняет в астеническое состояние, и человек засыпает. А вы и так слабая, вялая. Каким же образом он вас стимулирует? Он вот именно стимулирует только в начале приема, так скажем, первый час-два. А потом я просто напивалась и уходила именно в сон. Еще бывало, снотворную таблетку могла выпить. Подождите, еще дополнительно к алкоголю снотворную таблетку, да? Да, чтобы мне остановить прием алкоголя и уже, так скажем, замертво отключиться до следующего дня, чтобы не продолжать дальше пить. Да, понятно. Скажите, значит, вы говорите 10 лет, сейчас вам 35, что с 25 лет начали пить? Да. Скажем так, вы как пили вот вначале? Запойно? У вас были, значит, приступы там неделя, две, а потом могли месяцы не пить или как вот? Вот как началось все это? Началось скорее после расставания с молодым человеком, когда я осталась одна и вот стала, так скажем, приглушать вот эту какую-то свою душевную боль. Ну хорошо, ну хорошо. Сколько у вас было молодых людей? Ну вот он был первый, так скажем, во всех смыслах. Мы прожили 5 лет и потом расстались. И вот после этого у меня как бы, ну, на меня это как-то отразилось. Типологически я вот стала углубляться в употреблении алкоголя. Я понял, я понял, но не все понял. Значит, в 20 лет вы познакомились с ним, 5 лет прожили и в 25 лет расстались. Скажите, а по чей инициативе ваша вот связь или отношения распалась? Вы были инициатором или он? Инициатором был он, но скорее мы оба пришли к тому, чтобы прекратить это отношение. Подождите, вы знаете, вот что смешно и непонятно. Только не обижайтесь. Вы пришли к решению, что вы, значит, вы, вы лично, меня он уже не интересует. И одно дело, если бы он пришел и сказал, ты знаешь что, инкогнито, ты мне насточертела, я тебя разлюбил, я тебя бросаю. Конечно, для вас это стресс. Вы же мне говорите, мы оба пришли к договоренности, что все, мы уже не любим друг друга, мы не подходим друг к другу. Так почему вы начали пить, если вы добровольно пришли к решению расстаться? Это нелогично. Я понимаю, если бы он бы вас бросил, так там еще понятно, логика есть какая-то. Вы, скажем, не хотели, вы хотели связь, он вам нравился, он вас бросил, с горя пить. Вот это вот не совсем понятно, объясните. Ну, так скажем, вот с его стороны, после наших взаимоотношений физическая измена произошла, он мне в этом признался. Не понял, в чем он признался, плохо расслышал? В физической измене. А, он изменил вам, физически. А какая бывает еще измена? То есть он вам изменил. Понял, он вам признал. Ну, хорошо, это вас шокировало? Да, меня это очень шокировало, учитывая еще мою склонность к повышенной ревности. Ну, то есть, мне кажется, у меня это как патология ненормальная, я и так его ревновала. И для меня, да, это было очень болезненно. Но я, так скажем, его простила, хотя не могла это отпустить, и мы продолжили дальше как бы жить и взаимодействовать. А сколько вы еще времени прожили? Кстати, тоже не попал. А почему он вдруг признался? Он что, покаялся или как? Ну, просто так скажем, на состоянии здоровья моего это сразу отобразилось, и у меня к нему поступили вопросы. Не-не, подождите. Почему он вам признался? Откуда вы узнали, что он изменил вам? Это он вам сам сказал? Или вы без него узнали? Это отразилось на моем женском здоровье, и я ему задала соответствующий вопрос, после чего он мне признался. Подождите, стоп, стоп. Что вы какими-то, скажем, загадками? Он что, вас заразил венерической болезнью? Ну, так скажем, да. Ну, так и что, так скажем, что у меня отразилось на моем здоровье? И думай, как оно отразилось. Расскажите, надо же говорить открытым текстом. Вы же анонимно, вы инкогнито, никто не знает, кто вы и где вы. Поэтому давайте без загадок. И не надо нам ребусы, то он заразил. Чем он заразил? Гонореей? Или чем? Или сифилисом? Гонорея. Гонорея. Понятно? Ну, так это ж понятно. Что там вам и не надо было и спрашивать его. Понимаете? Почему? Потому что если вы ему не изменяли, так откуда у вас гонорея? Понимаете? Вот в чем дело. Ну, хорошо, понятно, гонорея. Это ж страшное дело. И вы ему все равно просили. Он же идиот. Понимаете? Это мужчина-идиот. Если он по проституткам ходит и еще заразился этим трипером, у мужчин это называется трипер. У женщин гонорея. Понимаете? И еще и жену заразил. Ну, так а почему вы ему простили? Разве это... Вы знаете, я вот вспоминаю, я сейчас немножко отойду. Мы будем говорить столько, пока я не пойму, чем вы страдаете. Поэтому не это вот, не торопитесь. Вот. Значит, я вспоминаю вот какую вещь. Я вообще сам с Украины. И вот последние 12 лет мы с женой жили в Одессе. И вот у меня была одна пациентка. Пациентка еврейка, но она не была записана еврейкой. И вот она мне рассказывала. Уже пожилая дама. Уже на пенсии была. Вот она мне рассказала. Жила она с русским мужчиной. Вот. И он, в общем-то, был алкоголик. И все. Потом он заболел раком легких и умер. Еще я посещал эту пациентку. И я еще его видел. Вот она мне рассказала, значит, историю. Почему она простила и почему она его не была. Двое детей у них было. Значит, у этой дамы от него и так далее. Значит, она была в оккупации в Одессе. Молодой девушкой. Он, не знаю, или в полиции работал, коллаборационист был. Не знаю. Короче говоря, он ее полюбил и он ее спас. Потому что немцы, немцы, значит, всех евреев Одессы уничтожили. Вы, наверное, слышали об этом. Вот так. И, естественно, естественно, когда освободили Одессу, она вышла зама, она была ему признательна и благодарна. Вот. Но он был такой простой, распутный мужик и так далее, и так далее. И заразил ее сифилисом. Сифилисом. Она лечилась, она порядочная женщина, она преподавала украинский язык, будучи еврейкой, в школе в советское время. И она его простила. Так понятно, почему она его простила? Потому что он спас ей жизнь. Она обязана ему была. Обязана. Понимаете? Своей жизнью. Вот. Вот это я просто как ассоциация. А почему вы простили? Он что, спас вашу жизнь? Он что, вас, скажем, должны были уничтожить, а он спас? Тогда можно было ему все, что угодно простить. Хорошо, ладно. Ну, хорошо, значит, вы его извинили, но все же таки душа ваша так и не успокоилась. Правильно? Внешне вы и простили его. Душа не успокоилась. А душа, конечно, не успокоилась. Хорошо. Ну и что дальше? И что дальше? Сколько вы прожили после этого? В районе где-то года, ну, уже отношения были, соответственно, ничем. Да, понятно. Скажите, а его, его отношение к вам тоже изменилось? Или ваше понятно, что вы уже, несмотря на то, что вы его просили, но уже не было того доверия, вот, какое было раньше. А с его стороны, по отношению к вам? С его стороны он пытался мне объяснить, что он совершил ошибку и что больше этого не допустит, и вроде как он очнет все чистого листа и забудет. Понятно. Он покаялся, он простил и так далее, и так далее. Вы простили его внешне, но внутренне, естественно, вы не простили. Внутренне, правильно? Внутренне нет. Совершенно верно. Хорошо. Ну и чем кончилось? Все-таки почему через год вы разбежались? Это все-таки ваша была инициатива больше или его? Больше его, поскольку он начал чувствовать, что я к нему стала относиться, ну, так скажем, с претензиями, как бы, стала я на него повышать голос, кричать, декапываться до него, где он пропадает. То есть у меня подозрение будет бесконечное, что он мне, ну, повторно может предать меня. Понятно. И он устал от этого. Я понял, я понял, я понял. Я буду вас перебивать, если я понял. То есть вы воспользовались этим случаем, обида, и вы его контролировали, вы его, видимо, напоминали об этом, правильно? Без конца. Вот. Ну, и ему надоело это, естественно, вот, и, так сказать, вот, и вы, скажем, и расстались. Скажите, ну, он расстался, он же не заболел с вами, а вы расстались, начали страдать, правильно? Да. А вот объясните, почему, с одной стороны, значит, вы, ну, как бы, готовы были к разводу, к прекращению отношений, а с другой стороны, сделали этот шаг, согласились, не удержали его, не объяснили ему, что ты пойми, я иначе не могу, это рана для меня. Она открытая рана, она не зажила еще и все время напоминает, поэтому я вынуждена вот так это, значит, ну, а, значит, каким-то образом объясниться, ну, вы разбежались, и вы начали, вы обрекли себя на страдания еще большее, правильно, или как? Да, я ушла из себя, я стала страдать, переживать, что почему так вот все получилось, ну, учитывая, что все-таки я любила этого человека, и вот так это все разрушилось. Нет, подождите, подождите, я опять перебиваю, я хочу уточнить, так вы же сами согласились на развод? Ну, он просто собрал вещи, внезапно ушел и сказал, что нам необходимо... Ну, хорошо, ладно, все, не будем здесь уже больше застревать там, там сложно, все перепутано. Хорошо, и вам стало так плохо, что вы начали выпивать, да? Да. Ну, хорошо, а вы-то понимали, что это путь в никуда? Понимала, понимала, что это плохо, и алкоголь будет только усугублять мое состояние и положение, но все, я стала выпивать это чаще и чаще. Ну, так я об этом и говорю, почему же вы... Кстати, кстати, а где ваши родители, они были еще в то время? Да, у меня есть мама, и она тоже зависима и склонна к употреблению алкоголя. Подождите, мама у вас алкоголик, да? Да. А сколько лет маме сейчас? 58. 58? А пить она начала с какого возраста? Наверное, с лет сорока. Лет сорока. Почему? Какая причина? Тоже? Там что, папа, разошлась мама с отцом? Да, она, во-первых, разошлась, ее предал мой отец, ну, так же изменил, и она осталась со мной, 4 годика мне было. Подождите, вам было, когда вам было 4 года, отец изменил маме вашей, правильно? Да. Так, и что, и мама сразу же вот начала пить, что ли? Ну, она стала вести такой разгульный образ жизни, рестораны, кабаки, друзья, ну, и меня воспитывала параллельно, а потом познакомилась с моим отчимом, и они стали жить вместе, то есть у меня появился новый папа, так сказать. Я понял, я понял, с отчим, так. Скажите, через сколько времени, вот вам было 4, когда мама рассталась с отцом, вот, а через сколько времени, да, вела такой распутный образ жизни, и рестораны, и мужчины, да, правильно? Да. Вы это все видели? Я вот этого не видела, я уже начала видеть и чувствовать, когда они стали жить с отчимом, то есть там были, ну, такие проблемные отношения, вот это я видела, это я помню. Подождите, а сколько лет вам было, когда появился отчим? Шесть. А, через два года, да. И что же вы увидели? Что отчим, алкоголик был или как? Ну, скорее бывало, что они оба выпивали, употребляли, и через несколько лет, по местному проживанию, у них стали конфликты возникать. Понятно, понятно, понятно. Так, ну, мама разошла с ним, с отчимом? Нет, они прожили 27 лет. Ну, и куда он делся отчим? Он два года назад умер от пневмонии, от ковида. А, от пневмонии и ковида. А как к вам относился отчим? Ну, так скажем, я не чувствовала какой-то от него любви искренней к себе, ну, то есть он вроде был бы и близким мне, то есть я к нему привыкла, но и в то же время как бы чужим, таким и остался чужим. Скажите, вы его восприняли? Вы приняли его? Да, приняла, да. Ну, хорошо, он вас не наказывал, там, физически, морально? Меня нет, он иногда бил маму, между ними были скандалы, как вы, и это я видела, и я останавливала его, когда он, ну, так скажем... А, вы защищали маму, да? Да, я плакала бесконечно, просила, чтобы он ее не трогал, и вынешивалась в их вот в эти истории. Хорошо, скажите, а когда мама нашла отчима, вы или познакомилась, или отчим появился, вы маму, в общем-то, оправдывали? Вы поддержали решение мамы, или вы были против? Я поддержала, да, решение мамы, потому что в какой-то степени, ну, она тоже пострадала в детстве, ее воспитывала мачеха, поскольку у нее мать умерла, когда ей было 10 лет, и ей тяжело было. Ну, так скажем, папа был у нее, мой дедушка, и вот эта мачеха, и она в таких условиях приходилось бороться за себя, и как у нее тоже... То есть мама была в положении Золушки, да? Да, она была с характером, она, ну, такая, так скажем, в обиду себя не даст, но ей приходилось отстаивать себя вот в этой семье, там еще были двое детей. Это уже мачехины дети, да? Да, да, да. В общем, у мамы было тяжелое такое детство, да? Да, он нелегкое, так скажем, и плюс еще мама у нее на глазах умирала, и умерла, когда 10 лет было моей маме. Нет, я понял, я понял, что мама, ее мама, ваша бабушка, ваша настоящая бабушка телесная, умерла, когда маме было 10 лет, появилась мачеха, а мачеха не любила маму, или у мамы характер такой был? Ну, у мачехи тоже был очень сложный характер, и она как бы, ну, не принимала, так скажем, вот эту чужую... Ну, хорошо, хорошо, а вот теперь ответьте мне, пожалуйста, а вы чувствовали любовь мамы или нет? Только как на духу, вот, как на духу, вот, я не знаю, там, какой вы, какого вы вероисповедания, не надо говорить об этом. Вот, ну, вы знаете, вот, когда, вот, скажем, католики, да там исповедь идет, вот человек, значит, когда исповедуется, он говорит всю правду, вот и вы должны мне тоже всю правду сказать. Скажите, вы были довольны мамой, во-первых, что папа исчез, то есть 4 годика, ну, маленькая была, в 6 лет появился отчим, потом отчим стал, скажем так, маму там обижать, бить и так далее. Два года до появления отчима мама начала ходить по ресторанам, там, мужчины и так далее, и так далее. Это ранило вас или нет? Ну, я-то скорее, да, я, возможно, чувствую, что что-то она мне не додала. Ну, хорошо, а что она мне додала? Вот что она мне додала? Ну, может, какой-то ласки, нежности, ну, потому что бывали такие моменты, что, так скажем, она меня за успеваемость в школе могла наказывать физически. Вот у меня вот этот какой-то страх оттянется оттуда из детства, что вот я помню, как она, ну, меня, так скажем, лупила. Иногда, когда я не понимала, уроки там, например, отставала. Подождите, все, я понял, уточняю, мама била вас? Да, вот по поводу неуспеваемости, когда мы делали уроки, несколько раз она меня била, да. Так всего лишь, так все, пару раз было или часто это было, наказание физически? Несколько, может, пару, друг, раз. Ну, хорошо, а любовь мамину вы чувствовали или мама пьянствовала и занималась, для нее отчим был важнее, чем вы? Нет, я чувствовала, да, мамину любовь чувствовала. Ну, так, значит, не так страшно было или как? Вот скажем так, вот у мамы было страшное детство, поверьте мне, потому что мачеха, ну, это, вы себе представляете, какая должна быть благородная женщина, умная мачеха, чтобы относиться к падчерице, ну, скажем так, даже чуть лучше, чем к своим детям. Сомневаюсь, что ваша псевдобабушка, она не настоящая бабушка, там, эрзас бабушка, что она относилась к маме с любовью и так далее, и так далее. Значит, если мачеха относилась к вашей маме сурово, вот, наказывала ее, поверьте мне, мама должна была точно так же относиться и к вам, это железно, потому что у нее не было другого, скажем, примера. Так вот, как мама, вот, если бы вы заново могли бы родиться и прожить, как бы вы хотели, чтобы ваше детство протекало, или чего бы вы не хотели, чтобы не было в вашем детстве в семье? Ну, наверное, нет, не сурово все-таки, я чувствую вот эту ее любовь, защиту, она всегда за меня, как бы, горой, в этом плане вроде бы все нормально, вот у меня с детством ассоциируется с бесконечными болезнями, потому что я болела без конца. Чем, чем болели, стоп-стоп, уточнение, чем болели, психика, болела или физические боли, болезни? Физически, вот у меня с пяти лет в бронхиальную астму мне поставили и начали лечить без конца, я пребывала в больницах, вот эти отдышки страшные. Приступы, приступы астмы, понятно, понятно, это по ночам было, да, в основном? Да, это было по ночам, бесконечные приезды этих скорых, я постоянно в больницах пропускала детский сад, школу, ну, то есть я неполгоценно себя чувствовала, так скажем. Ну, хорошо, это болезнь, вот, но, значит, чего вы бы еще не хотели, вы бы хотели, чтобы папа был родной или нет? Да, мне папы не хватало вот именно вот этого родного, я испытывала чувство ревности к его новой семье, к его дочери, моей сестре с водной. А почему, скажите, папа здоров вообще был? Он не был алкоголиком, он не был психически больным, не был агрессивным или он был нормальным человеком? Папа здоров в плане физически, он в характере очень властный, его мнение и только его мнение, он может обидеть словом, причем очень конкретно может обидеть словом, и он такой агрессию иногда проявлял, и в том числе ко мне, и к своей семье, так скажем. Скажите, он проявлял агрессию, и все это до развода или после? Нет, это уже после, когда, так скажем, я к ним ездила в гости, когда он уже с нами не жил, во вторую его семью. Подождите, но к вам он как? Он проявлял какую-то любовь? Он признавал, что вы дочка его? Он признавал, но он без конца говорил, что вот я непутевая, что я стану неуспешной, что мать у меня будет алкашкой, я пойду вся в мать, что мы бедные, без денег, что я там хуже своей вот этой его сестры, вот этой его дочери. Понятно, я еще, я понял, я все понял. А вот ответьте мне на вопрос, а сколько вам лет было, когда вот от отца шла вот такая вот, что ты непутевая, мама твоя алкоголиком будет, и ты пойдешься в маму, и вообще вы нищие, и вообще вы какие-то неудачи. Сколько вам лет было, когда вот это все шло? Ну вот, наверное, когда в первый класс в школу пошла, когда мама обратилась к нему за помощью, ну, в сборе меня в школу, и вот он тогда стал говорить, мол, что вы не можете с новым мужиком с твоим справиться, собрать свою единственную дочь в школу, что ты побираешься. Мама говорит, ну, вроде как элементы, раз мы развелись, как бы ты должен помогать своей дочери. И вот с того, наверное, момента, когда я в первый класс пошла. Понятно, подождите, но маму, ладно, бог с ним, меня мама меньше интересует. Как вы реагировали вот на ее? Он же говорил, что ты непутевая, или он говорил, что мама непутевая? И что мама непутевая, и я, и вот он сравнивал как-то без конца меня вот с этой сестрой, и что я больная, потому что я была всегда сопливая, вот из-за этой астмы. Ну, хорошо, больная, больная. Болезнь – это такая вещь. А вот непутевая и другое. Так что вы, с первого класса уже непутевая были? Ну, да, получается, что вот он часто, когда я к ним приезжала... Нет, нет, это он вас называл непутевая. А почему он вас называл девочкой, 7 лет, первоклассницей? Какая же непутевая? Или вы уже таки были непутевой? Ну, кроме того, что я как бы часто болела, так скажем, больше, я нигде не провинилась и ничего такого. Значит, вы не были непутевой, вот в чем все. Сейчас вы, конечно, непутевая. Естественно, нашли не того мужчину, он вас заразил этим, потом алкоголь, это, конечно, не путь. Ну, в первом классе вы же нормальная девочка, ну, болели, так причем здесь непутевая. Это обижало вас, кстати? Да, меня это обижало, и я за маму пыталась защититься, что нет, у меня мама хорошая, и я хорошая. Почему он так говорил, мне это было непонятно. Ну, то есть я плакала, да, обижала, и все, вот как-то в себе вот это держала. Скажите, скажите, а вообще вы часто общались с отцом? В детстве, до лет 15, я часто, да, бывала, к ним ездила на каникулы, вот они меня куда-то забирали к себе в гости. Забирали к себе, чтобы перед школой меня собрать, так как папа не доверял деньги маме. А почему, стоп, а почему отец не доверял, не мог или опасался давать деньги маме, и он, и его вторая жена, значит, заботились о вас? Что, мама пропивала деньги или как? Нет, она не пропивала, то есть не было никаких таких моментов. Просто, может, у него были какие-то обиды, когда вот он изменил, она собрала его вещи и была непреклонна, и отправила. Вот он как бы пытался вернуться назад и говорил, давай едем в другой город, начнем все сначала. Ну, то есть у него характер такой. Если, допустим, я вот еще приняла, простила, то мама была непреклонна, она сразу же его... Понятно, я понял, я понял, я понял. Хорошо, но все ж таки, все ж таки, я хочу все-таки уточнить. Значит, смотрите, все-таки отец и его жена принимали вас? Вы приезжали на лето, они готовили вас к школе, видимо, одевали одежду, там, тетрадки, портфель, правильно, или как? Да, они принимали, жена с супругом у него очень хорошо ко мне относилась, очень... А вот давайте я вам задам такой вопрос, очень-очень такой важный. Как вы думаете? Все-таки вы чувствовали... Я понимаю, что голос крови – это одно, Ну, но все-таки, если объективно включить разум, включить критику, вот, вы проводили сравнение отношения мамы к вам и отношения этой мачехи к вам? Ну, возможно, да, возможно, я сравнивала как в той семье и как у нас. Ну, хорошо, в чью пользу? В чью пользу была оценка? Все-таки как у отца с этой его женой, или как у вас с мамой и с отчимом? Наверное, как у них, то есть я, ну, так скажем, может, завидовала, что у них несколько иначе, чем у нас в семье. Подождите, иначе – это понятно. Так иначе – лучше или хуже? Чем у вас? Лучше в плане, наверное, у меня была какая-то зависть, что они в финансовом плане… Понятно, понятно, в финансовом, да, да, да. Скажите, а папа не был, он не злоупотреблял спиртным? У него были такие эпизоды в жизни, когда вот он прикладывался так хорошо к алкоголю, что и скорую ему вызывали, там его откачивали, ему плохо было, то есть он тоже любить и нет, нет, выпить, но не так, как у меня, либо у мамы, у моей. Скажите, он что, запой напил, отец? Ну, бывало, да, по несколько дней, два-три дня, а потом ему становилось плохо, как бы… А да, а потом сколько он мог не пить? Да, в принципе, длительный период он мог… Ну, хорошо, но длительный непонятно, месяц, два, полгода, а потом опять два-три дня пил. Да, на праздниках, вот у него бывает там какой-нибудь праздник, он может запить, потом остановиться, в принципе, продолжает свою деятельность, работать, жить, как обычный человек. Понятно. А как часто вот эти запои, что он мог? Это что, только по праздникам или без праздников было? Ну, бывало, да, и без повода, без праздника, то есть просто… Ну, вот у него, у него похоже на запойное пьянство, на дипсоманию, понимаете? То есть, что такое дипсомания? Вот человек может несколько дней пить, причём как пить? На работу даже не выходить и так далее. Потом отходит от этого и, скажем так, несколько месяцев, а то и год может не пить. Потом опять приступ пьянства, потом опять какое-то время не пьёт. Вот так и у папы было, или как? Да, да, примерно так, как вы объяснили. Понятно, дипсомания. Хорошо, а папа жив? Жив. Жив. Сколько ему сейчас? Ему 59. Ну, молодой ещё совсем. Скажите, продолжает работать, да? Да, он продолжает работать, живёт вот с этой же супругой, у него ещё сын в процессе, в жизни появился мальчику 15 лет. Скажите, а вот сестра сводная и брат сводный, они здоровы психически? У сестры тоже вот есть склонность, ну, каким-то психологическим, вот она за всё переживает, какие-то вот непонятные тоже у неё состояния депрессии, всё она от каких-то болезней лечится, то предобморочное у неё состояние, вот она без конца тоже по больницам, по врачам. У неё есть тоже такое, и как она рассказывает мне, что от счастья вот из-за папы вот у неё тоже вот, ну, пошли вот эти какие-то комплексы, страхи, и вот во взрослой жизни это тоже проявляется. А сколько ей лет? Так, ей 33. 33, ну, она почти ваша ровесница. Скажите, а вот жена папина, она здорова? Как, значит, от кого, вот от кого вы, вы, кстати, и, скажем, ваша сводная сестра, как вы думаете, от отца получила вот это вот гены, вот? Я так думаю, что да, возможно, да. А вы похожи, мама, когда сердилась на вас, она не говорила так иногда, да ты копия своего папочки или отца, не было такого? Ну, очень часто она сравнение такое приводит и до сих пор. С отцом? Да. А как вы думаете, вы всё-таки больше папа или больше мама? У меня, знаете, мне кажется, и какая-то вот от неё передалось мне, ну, наверное, наполовину. Я даже... Наполовину, да? Конечно, вы и от мамы получили гены, и от отца, но преимущественно. Вот, вот, всё-таки вы больше, вы понимаете, вот, вы больше мама или больше папа? Вот, вот, что перевешивает? Всё-таки свойства или психотип, значит, отца или психотип мамы? Наверное, больше к отцу как-то. К отцу, да. А что вас роднит с отцом вот в характере, в поведении, в реакции? Ну, возможно, какая-то вот у меня... Сейчас соображу. Вот, возможно, мне от него досталось, то есть ему важно, чтобы его одобрили, получить какую-то оценку со стороны людей. И вот мне от него такое же передалось, то есть я зависима от чужого мнения, кто что подумает, что скажет, вот, и подвержена я вот этому. Так это, конечно, генетически. Почему? Папа вашей не воспитывал. Вот чём всё происходит. Если бы это был бы папа, скажем, воспитание папиного, тогда другое. Это он внушил вам, он вам показал. А поскольку папа, сколько вы сказали, 4 года, да, вам было, вы его и не знали, значит, это ген, если папа, для папы важно, скажем так, вот, мнение людей о нём и для вас важно, а папа вас, по сути дела, не воспитывал, ну, там приезжали раз в году летом, да, надолго вы оставались у них? Ну, неделя, неделя. Ну, это всё, ну, что такое неделя? Значит, в основном воспитывала мама и отчим, конечно, что такое неделя, раз в году, да, или как? Да, да. Нет, нет, значит, это, конечно, генетически. Хорошо, а от мамы что взяли? Вот это, скажем так, а вот, скажем, использование алкоголя как лекарство. Это от кого, всё-таки? От папы или от мамы? Как вы считаете? Мама подвержена больше к употреблению алкоголя, и у мамы ещё отец, у нас дедушка умер от того, что он был крайним запойным алкоголиком последние годы. 7 лет регулярного пьянства, его даже из больницы на умирание уже выписали, сказали, готовьте его, потому что уже и печень, и всё равно. То есть у него цирроз печени был, да? Да, он умер от многочисленных уже этих по здоровью, то есть он уже лежал, просто лежал, пил и так и умер. Скажите, а в каком возрасте дед умер по маме? Так, дедушка, дедушка у нас умер 70. Ну хорошо, но печень, говорили, печень, всё, да, значит, цирроз алкогольный. Да, у него там массу голов, вот эти все, и почки, и печень уже всё отказывало. Понятно, 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 понятно. Скажите, а у мамы есть родные братья и сёстры? Нету, она одна, да? Это всё, значит, мачехи, да, дети? Это мачехи дети, мама одна. А мама одна, понятно. Понятно, скажите, вот, скажем, дед, дед это, подождите, дед это мамин отец, который вот женился, да, на другой? Да. Так он пил, а бабушка, а что вы, а бабушка же умерла, правильно, бабушка в 10 лет мамины умерла. А отчего бабушка умерла? Она, получается, забеременела мамой, и после родов у неё открылись какие-то кровотечения по женски. А, и она умерла от потери крови, да? Нет, она ещё после 10 лет кое-как воспитывала маму, жила вот с этим дедушкой, но у неё какие-то начались проблемы по здоровью, то есть и почки были проблемы, и там были проблемы, и потом начались психологические, когда дедушка стал изменять её, ни во что не ставить, и вот она каковыщи была. Ну, мама говорит, из воспоминаний я помню, что вот она как отречённая была от всех, и вот, видимо... Подождите, так когда дед её оставил или изменил, она в депрессию упала, да, упала? Да, она стала вот, ну, как бы избегать общества, людей, знакомых. Хорошо, ответим, так смотрите, вы говорите, что бабушка, значит, тяжёлые роды были, но маме, что было 10 лет, значит, бабушка ещё 10 лет прожила, значит, проблема не в родах. Вот она после родов, когда вот у неё началось это кровотечение, после этого она стала как бы ослабевать, и с каждым годом вот всё хуже и хуже себя чувствовать стала, но мама, ладом моя объяснить, не может всё-таки, что это было, либо физическая какая-то слабость, и плюс ещё... Нет, подождите, физическая, а где бабушка лечилась? У кого лечилась, в психиатрии или в обычной больнице? Нет, в психиатрии нет, то есть, ну, вот просто так, видимо, по больницам она как-то, я вот тут почему-то этих подростков не знаю. Ну, хорошо, но с маминых слов бабушка под конец жизни впала в депрессию, да? Да, то есть вот то, что она постоянно болела, и плюс ещё вот какие-то депрессивные были моменты. А сколько лет было бабушке, когда она умерла, и от чего она умерла? Она что, покончила жизнь самоубийством? Нет, просто ей было всё хуже, плохо-плохо, и всё, видимо, как-то под 40 минут. А, с ковидом? От ковида умерла? Нет, от ковида это мой отчим умер. А, понятно. А бабушка от чего умерла? Ну, видимо, вот от того, что организм у неё ослаб, я так поняла, что там почки отказали. А, почки отказали, понятно. То есть это почечная недостаточность. Хорошо, ладно. Так, хорошите, а как вы думаете, а мама сейчас пьёт или нет? Мама зависима от алкоголя? Мама, да, зависима в последние года три, ну, так скажем, она поумеренней стала. А до этого были такие моменты, когда за ковида тоже могла там 4-5 дней, 6 дней в таком хоматоде находиться. А сейчас прекратила пить или пьёт иногда? А сейчас вот после смерти отчима, так как она осталась одна, на ней свой дом, то есть, возможно, она как-то реабилитировалась, взяла себя в руки, плюс по состоянию здоровья её стало беспокоить давление, сердцем проблемы, и вот на этой почве она как-то пореже стала пить. Не, подождите, пореже. Она продолжает пить? Продолжает. Ну, значит, вот, смотрите, дед-алкоголик, по маме, дед-алкоголик, умер от цирроза печени, вот, спился, вот, бабушка, неизвестно, страдала там депрессией или нет, но умерла в молодом возрасте, сколько бабушки было, сколько мама говорила бабушке было? Вот 40 лет. Ну, 40 лет, вы же понимаете, вот, трудно сказать, значит, физически умерла или депрессия была. Мама, значит, злоупотребляет алкоголем, продолжает злоупотреблять уже реже и так далее. Со стороны отца, а вот со стороны отца, у отца есть братья-сёстры, дяди, тёти ваши? Дядя, да, у меня есть, у него есть брат. Один дядя, он здоров психически? Он тоже был склонен к употреблению, потом у него начались проблемы с печенью, там, гепатит, и он резко прекратил пить, ему до этого по молодости он тоже подпивал. А сейчас не пьёт? Сейчас вообще категорически нет. Угу, ну, пью. Так, ну, смотрите, папа запойно пьёт, запойно там может несколько дней пить, причём, когда папа пьёт, он на работу не ходит, вы не в курсе идёт? Ну, вот этого нет, я не в курсе, но, насколько помню, ещё с детских каких-то бывало, что он просто тогда лежал и не ходил на работу. Подождите, когда он пил, он пропускал работу или продолжал ходить? Пропускал. Пропускал, а его увольняли? Я не помню, честно говоря. Ну, вы не знаете, хорошо. Ну, это запойное пьянство, запойное, понимаете? В общем, алкоголизм и по маминой линии, алкоголизм запойный идёт по папиной линии, и последнее. Бабушка, дедушка по отцу, вы их знаете? Что, вот какова их судьба, чем они болели? Меня интересует душевно. Папин отец, он тоже был запойный, любитель употребить. Он умер, дедушка мой, вот этот получается по папиной. Ну да, дед, значит, умер молодым или как? Относительно молодым, его я практически вообще не помню. Не, ну что говорил? Отец, мама? Бабушка, бабушка моя жива, ей 82 года, мы с ней как бы общаемся. Да-да, так что бабушка рассказывала о деде? Дедушка ей часто изменял, руки распускал и выпивал. И выпивал, да. А умер в каком? Молодым или в возрасте? Умер за 50 лет. Ну, а чего умер? Ты же молодой, 50 лет. А у него там этот, ну, инсульт. Инсульт, инсульт был, да. Понятно. А бабушка, в общем-то, с кем бабушка живет сейчас? Бабушка сейчас одна живет, ей 82 года. Она справляется, мозги ясные, она обслуживает себя, несуразного поведения нет. Деменции нет у бабушки? Нет, у нее деменции нет, она яд там выскорит, она за собой вполне может ухаживать. Ну, понятно, раз сама живет. А где дядя живет? Дядя живет. Не с бабушкой, не с бабушкой? Нет, отдельно с попругой он живет. Понятно, понятно. Ну, не знаю, вот, понимаете, и там, и там, и там идет наследственность. Значит, запойное это со стороны папы, вот, папа запойный, вот, там алкоголизм просто идет. Значит, по маминой линии дед, мама, вот, там дядя выпивал, потом прекратил. Потом дед, дед, значит, по отцу распускал руки, тоже выпивал. А, в общем, одни алкоголики, и там, и там, вот, черт его знает. Хорошо, ладно. А как мама рожала вас? Да, кстати, еще последний вопрос. Никто по маминой линии и по папиной линии, никто не лечился у наркологов или психиатров? Мама моя тоже склонна к вот этим всем депрессиям, она даже лежала в клинике неврозов. Ага. Значит, мама лечилась сколько раз или несколько раз? В клинике она лежала один раз, нет, она еще лежала в клинике. В общей сложности три раза она лежала в клинике, лечилась антидепрессантами. Антидепрессантами. Ну, все, в общем, вот вам и все. Дед, дед, скажем так, алкоголик, цирост печени, умер, бабушка непонятно, страдала депрессией, мне страдала, мама явно страдала, пьет, вот, пила, пьет, трижды лечилась, вот, вы тоже страдаете по папиной линии, там, значит, папа все-таки не попадает, как-то держится, вот, дядя тоже завязал, вот, и так далее. Значит, все-таки, вот, по маминой мама лечилась, хорошо, хорошо. Скажите, как мама рожала вас? Меня, ну, то есть, нормально не было никаких проблем, а до этого у нее была беременность, родился мальчик, и через две недели он умер, слабый был. Ну, хорошо, это, это брат ваш, так, все, ладно, значит, он умер, от чего это там что-то было, да? От чего умер, неизвестно. Нет, вот, это я не знаю. Не знаете, хорошо, хорошо, ну, это ранняя детская смерть, сейчас это вообще редко, вот, такое бывает, вы что? Сейчас за это проблема сразу же, если умирает ребенок сейчас, если он не умер, там, от лейкоза или еще от чего-то, неизлечимое заболевание, это проблема. Это раньше, лет сто, поэтому и рожали по десять детей, еще из десяти двое выживали. Хорошо, так, хорошо, ладно, теперь следующий вопрос, мы немножко уже коснулись его, вот, значит, все ж таки, все ж таки, вот, давайте ответьте мне на вопрос, если была бы такая возможность заново родиться и заново прожить жизнь в семье, вот, ну, как минимум мама, вот, вот, чего бы вы не хотели, повторение, вот, чего бы вы категорически не хотели, вот, перечислите, скажем так, от самого такого неприятного до более-менее, вот, такого терпимого. Ну, я бы хотела, чтобы в жизни не присутствовал алкоголь в нашей семье. То есть, чтобы мама не пила, ладно, этот черт, значит, скажем так, отчим, все понятно, значит, алкоголь или чтобы все-таки и папа был, а? Что на первом месте, алкоголь стоит? Отказ от алкоголя или отказ, чтобы была полная семья? Чего бы вы хотели больше? Ну, наверное, полной семьи, потому что я ревностно относилась к тому, что папа не принадлежит мне, маме, что у него другая семья, как бы с такой ревностью я относилась к тому, что его нету с нами. Значит, все-таки вы бы не хотели, чтобы была вот такая семья, чтобы была полная, чтобы папа и мама жили. Второе, чтобы не было алкоголя. Третье. Ну, всю жизнь как-то вот мы жили в какой-то нужде, то есть, постоянная нехватка денег была. Это тоже вот как-то... Скажите, скажите, а почему была нужда? Из-за того, что и отчим, и мама пили, или потому что они мало зарабатывали? Мало зарабатывали, не хватало никогда. А кем мама работала? Она работала в детском саду, воспитательницей работала. Да, там гроши, конечно, платили. А папа кем работал или работает? Родной или отчим? Это же не отчим, это отчим, а это папа. Я говорю, папа. Папа у нас... У него много этих, господи, специальностей. Он и юристом был, и адвокатом был. Подождите, так у него высшее юридическое образование, да? У него нет юридического образования, вот ему как-то самому удается консультироваться. Не, подождите, ну что вы мне говорите? Если нет, образование он не может быть ни адвокатом, ни юристом. Он может владеть знаниями, но работать он не может. Кем папа работает? Ну, он вот удаленно работает через компьютер. Я понимаю, но с чем он, в какой области? Ну, вот что-то, вот какие-то консультации юридического характера. Ну, хорошо, подождите, у юридического такого, а что он закончил? Так, что у него? Техникум у него, обычный техникум. Ну, так, а какой, юридический или какой техникум? Нет, у него не юридический, он с машинами связан. Ну, понятно, ладно, значит, юрист, не знаю, как он может оказывать юридические эти, значит, способный, выучился и так далее. Но юристом, официально адвокатом в суде он не может, и у него нет образования, вы что? Хорошо, ладно, все понятно. Что вы сказали? Нет, он нигде не в суде, вот как-то вот он консультировал просто людей, это то, что мне известно, дома находясь. Сейчас вот он работает на предприятии охранниками. Ну, так вот это другое дело, охранникам, и там не надо образование. Ну, юристам, это все равно, что врачом, как можно врачом работать без врачебного, значит, образования. Ну, это все, ладно, понятно. Хорошо, хорошо. Значит, а все-таки вы мне самое основное сказали, так, я бы хотел, чтобы полная семья, чтобы не было отчима, был папа, чтобы мама не пила. А последнее, чтобы нужды не было. Это все понятно. Но самое главное, самое главное, вы были довольны, вы чувствовали себя защищенной, любимой, чтобы вас заботились, что когда вы болели с детства, мама и в больнице, и покупала что-то, жалела, или этого тоже не было? Нет, это все было вот в моменты моих приступов, это и сас, моя мама и ночами, и днями со мной сидела, и в больницу ко мне ездила, и вкусняшки приносила. Да, 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 понятно, понятно. То есть, все-таки вы чувствовали любовь мамы. Более того, папа хоть и критиковал там вас, но тоже он как-то все-таки, значит, минимум перед школой как-то заботился, да, или как, или нет? Заботился, да, меня брали на отдых, вот два раза на море с семьей, они меня возили с собой, брали. То есть, в этом отношении ничего такого страшного нет, все-таки и мамина любовь была со стороны мамы, и папа там, ну, может быть, без ласки, но все-таки вы чувствовали, что и со стороны отца, и со стороны мамы имеется все-таки какая-то забота, что вы дочка все-таки, да? Да, имеется забота, любовь, на это я не могу жаловаться. Хорошо, следующий вопрос, сразу же, а как мама реагирует на вашу, значит, вот эту проблему с алкоголем и папа? Вот сейчас, как они, вот как они реагируют? Ну, мама ужасно дико за меня переживает, что я нахожусь в таком состоянии с депрессивными вот этими своими разрушениями и с употреблениями алкоголя. То есть, мама переживает, да? Да, просто... Мама не ругает вас или ругает? Поначалу она ругала, потом она просто ничего со мной поделать не могла, она не может никак на меня повлиять в этом плане. Ну, хорошо, но она понимает, что это болезнь? Еще как понимает. Значит, она это признала, что это болезнь, а не потому, что вы какая-то там непутевая, как они говорили, да? Нет, она все понимает, она поддерживает, что, да, у меня есть вот этот алкоголизм, она жалеет меня. А отец? А как отец реагирует на это? Я достаточно давно с ним не общалась, но судя по тому, что мне передают родственники там, либо бабушку, он с осуждением относится. Подождите, я не понял. Вы давно не общались. Отец знает, что вы, что у вас проблемы со здоровьем? Знает. Ну, и как он? Он вас осуждает или понимает, что вы болеете? Нет, он не понимает, он с осуждением именно относится. Понятно, понятно. То есть, вы непутевая. Хорошо, хорошо. В школе у вас не было проблем с учениками, с учителями? Нет, в школе не было, я старалась. Единственное, что я чувствовала себя немножко другой, относительно, что я очень часто пропускала школу из-за своих больничных, нескончаемых по вот этой астме. Не понял. Вы чувствовали себя иной из-за чего? Из-за частого пропуска из-за болезни. А, из-за болезни, да? Да. А сколько классов вы кончили? Полноценных девять и дальше совместно была школа с колледжем. Ну, одиннадцать. Колледж. А колледж по какой специальности? Экономический профиль, менеджер. Менеджер. А вы работали менеджером? Вы же сейчас по уходу за больными работаете. Это ж тяжелая работа. Это ж надо поднимать. Там старики, да? В основном, да, пожилой возраст. Ну, так надо же им и попу подмыть, и там и дементный, и кого там только нет. И памперсы одеть, и убрать, и поднять, и перевернуть. Или таких нет у вас? Этим всем я и занимаюсь. Ну, так это ж тяжело в физике. Это физический труд тяжелый. Да. А платят хоть хорошо за это? Хорошо. Хорошо, да. Ну, это скоро везде. На Западе это самая востребованная и притом дефицитная профессия. Понимаете? Потому что продолжительность жизни увеличивается. Люди все более и более дольше живут, и, естественно, нуждаются в уходе, и эта деменция старческая прогрессирует. Поэтому проблемы, конечно, большие и нехватка персонала по обходу. Хорошо. Как ваша дальше жизнь сложилась? А пока история жизни идет. А пока история жизни идет. Вот вы закончили техникум. Почему вы не работали по специальности? Я закончила техникум, дальше поступила в высшее учебное заведение, и его не закончила. Подождите, а по какой специальности выше? Это экономическая, экономический. Экономический. Сколько курсов закончили? С горем пополам я отучилась все пять лет на заочной форме. На заочной. И все бросила перед защитой диплома. А вот вопрос. Почему? Почему уже осталось совсем немножко защитить диплом? Почему вы вдруг отказались от этого? Меня вот там как раз стали беспокоить вот еще на тот момент, как панические атаки. Я стала себя как бы плохо чувствовать и стала пропускать учебу. А потом мне все это показалось с трудом догонять. Я просто опустила руки. Понятно. Из-за болезни, из-за болезни. Понятно. Скажите, а в тот период вы еще вот пять лет, значит, как-то отзанимались? Вы еще не пили или уже пили? Я выпивала. У меня еще по роду деятельности. Мы работали по ночам в ресторане, в кафе, пели песни. Ну, как бы я так... Подрабатывали, да? Подрабатывали, да. Кем? Официанткой, да? Нет, мы творчески пели песни. А, у вас был какой-то, значит... А кто это мы? В дуэте с коллегой, с девочкой. Я в ассамбле пела в хоре и по ночам... А, понятно. Скажите, вот видите, у вас что, голос, да, есть? Вокальные данные, да? Ну, да, да. Я творческий человек. Не понял. Да, я пою, я творческий человек. Подождите, так а почему вы в экономику пошли? Почему не пойти? Было в музыкальное училище по классу вокала. Почему? Как-то пошли вот вместе все с подружками наши родители приняли решение, что мы вместе пойдем учиться на отцовок. Как бы им никто не спрашивал, а я инициативу не проявляла, что я хочу куда-то... Понятно, родители какой там, отчим, мама, да, они что, не понимали, что у вас голос, что вот куда вас надо направлять. Хорошо, скажите, а в кого вы, вот этой вот, где вы получили этот дар божий, а? От кого? От отца или от мамы? По какой линии? И мама, и папа, они были музыкантами, и голоса у них хорошие, это от них, это... Подождите, подождите, а кто все-таки, смотрите, у мамы, а мама воспитателем работает, папа, ну ладно, они были любителями. Если и папа имел способность, и мама, так у вас оно должно было быть больше, чем у мамы или у папы в отдельности. Почему же они не обратили на это внимание, а? Ну вот они обратили, и я, получается, в 18 лет с маминой подачи, она меня отправила в музыкальную студию, ансамбль, хор, и я вот ходила 6 лет, занимала, пела. 6 лет вы учились в студии, да? Да, но мы там не познавали навыки, так скажем, с альфеджио, либо еще что-то, мы просто пели в хоре, в ансамбле, много направлений. Ну хорошо, голос, голос вам ставили или нет? Да, да. Ну да вообще все-таки какое-то обучение, 6 лет. Хорошо, отлично. Почему же вы пошли опять в это вот задницы подтирать, а? Ну это работаю я вот в этой сфере деятельности около года, мне как бы это приносит удовольствие, наверное, ввиду того, что детей нет, и я вот эту заботу, любовь, пострадание как бы передаю вот этим людям. А вы знаете, а вы знаете, а вы знаете, вы помните, я в самом начале начал, что вот мужчины дураки, вот они не понимают. Кстати, а почему у вас бесплодие? После перенесенной гонореи, да? Или как? Я думаю, что да, врачи особо точно мне не сказали причину после перенесенных заболеваний, но мне кажется, это отразилось. Скажите, а вы лечили гонорею или она запущенная была? Нет, сразу же лечили совместно с партнером. Ну понятно, там, конечно, совместно, потому что если один лечит, так второй будет его заражать. Все понятно, ну ладно, хорошо, хорошо. Значит, это вам доставляет, но это ж тяжелая работа. Все-таки петь же проще или как? Ну, петь проще, а с пением я уже от этого отошла давно, когда стала пить. И у меня вот это хобби, вот это отдушина, она ушла на второй план. Я сейчас не пою, ничем не занимаюсь, у меня некого желания. Понятно, я понял, я понял, я понял. Ну что, смотрите, что я могу вам сказать. Да, кстати, значит, спутник жизни, так, знаете, в Германии все культурно, спутник жизни. Называется по-немецки Lebensgefärte. То есть Lebens – это жизнь, Geffärte – это сопроводитель жизни, спутник жизни. У вас один был спутник или у вас много мужчин было? Второй мужчина-спутник жизни у меня появился в районе пяти лет мы с ним прожили. Значит, с тем пять лет и со вторым пять лет, да? Да, со вторым очень проблемные были отношения с рукоприкладством. Подождите, почему? Он что? Это он или вы рукоприкладствовали? Он. Он, почему? У него тоже не все, видимо, в порядке, как-то было в жизни. Во-первых, у него за плечами тюрьма. А, тюрьма? Так подождите, так вот и интересно. А как же вы согласились? Ну уж поймите, я еще понимаю, если бы он был бы экономическое преступление. Ну, экономическое, там, шахер-махер, понимаете? Налоги не платил бы там, или еще какие-то аферы. Это одно дело. Он что, уголовник был настоящий? Да. Ну так как же вы? А что же вам привлекло в нем? Я думаю, вот моя вот эта неуверенность, мои страхи, комплексы, я сама притянула к себе такого же подобного проблемного человека. Ага. А вот теперь расскажите, а какие у вас комплексы, какие страхи? У меня самооценка очень занижена. Я не принимаю свою внешность, я не люблю себя, я очень критично к себе отношусь. И от того, что я неуверена в себе, я еще очень ревнивая и создаю проблемы тем, кто рядом со мной находится, вот в плане, если мужчину взять. То есть я патологически ревнивая от того, что я неуверена. Подождите, подождите. А кто был ревнивый, отец или мама? Мама тоже очень ревнивая, наверное, мама. Мама тоже? Ну да, правильно, папа изменил ей, он хотел там покаяться, хотел вернуться, а мама категорично, да, правильно? Да, она категорично. Ну понятно, понятно, ревнивая. А отчима она ревновала? Отчима она не любила, поэтому она его особо не ревновала, но он, так скажем, тоже и на протяжении всей жизни изменял, и я открыто об этом говорил. Понятно, понятно. Ну хорошо, значит, вы ревнивая. А самооценка почему низкая? Вы, кстати, кстати, я же вас видел там в курсе, посмотрел, ну так, ну так, ну что, ну так у вас там, почему вы внешность свою вот так цените низко? Ну пусть вы не красавица, но вы нормальный человек, ну нормальный, знаете, на каждого, на каждый товар свой покупатель найдется. Вот, каждый, как говорится, твари по паре, вот, и так далее, и так далее, вот. Почему у вас такая низкая самооценка вот себя, вот как женщины? Почему-то еще с юношества я очень завидовала, как с моей точки зрения, другим девушкам, школе, подругам, что вот я как-то, не так скажем, не особо красиво, и сравнивала с тебя без конца, я сравниваю и по сей день с тебя с другими девушками, кого считаю привлекательнее, красивее. Ну так мало ли что мы можем сравнивать, так что мы будем с этими, значит, с красотками, да, королевами красоты сравнивать себя, вот. Почему, вот откуда вдруг пошло это, или кто-то говорил, папа, мама, или кто, шкалеры говорили, ты уродина, ты такая, ты сякая. Откуда это вот появилась такая низкая самооценка самой себя, не в плане умственных, не скажем так, интеллектуальных знаний, а именно внешности? Почему? Именно внешне, вот я до сих пор не могу себе ответить на этот вопрос, откуда растут ноги из детства, или откуда никто меня никогда не обижал, уродкой не обзывал. Это вот всё как-то вот я сама себе придумала, начала себя сравнивать, и потом, чем старше я становлюсь, я нахожу себе всё больше я, ну вот именно внешне. Вы знаете, а с возрастом внешняя самооценка, вот, она теряет смысл, понимаете, это когда молодой, там, подросток, вот, вот нам это всё важно, а с возрастом это уже до одного места. Хорошо, вот очень важный вопрос, а чем, что вам не нравилось, нос, уши, полная была, или худая, кривые ноги, или волос, или грудь маленькая, или попа плоская, что вам не нравилось? Мне не нравилось твоё лицо, свои тонкие узкие губы, вследствие чего я вот их ещё и накачиваю. Не понял, значит, я понял, лицо не, а что в лице не нравилось? Какая часть лица? Тонкие узкие губы. А, губы, так, понятно, это с какого возраста? Это тоже с самого юношества, с лет 15 я стала. Ну, хорошо, почему не нарастила губы? Что же делает? Нарастила. Нарастила, да? Ну, хорошо, так это, так это, о, у вас ещё дисморфофобия. Скажите, а, скажите, а ещё что не нравилось? Ну, в теле? Вы подметили про плоскую попу. Фигура меня не устраивает. Ну, что не устраивает фигуре? Что, какая часть? Плоская попа и живот. Живот, бока. Это проблемная. Подождите, живот что, большой, да? Или как? Да, живот, бока, которые вываливаются через штаны, через брюки. Понятно, понятно. А попа плоская, да? Да. Вы знаете, почему я про попу сказал? Потому что попа для меня тоже... Ну, у каждого мужчины есть своя любимая часть. Ну, и сейчас уже, естественно, мне ни хрена, уже и не надо 80 лет. Вот. Но попа, это важно, да. У супруги была хорошая попа. Ну, это кому что, вы понимаете? А кому-то плоская нравится. А кому-то наоборот, такая упругая. Ну, хорошо, ладно. С попой что-то пытались сделать? Пыталась, но это практически нереально, если вот такое строение. То есть, там, ее никак не накачать ни спортом, ни физическим никакими. Такое строение. Ну, вы пытались это все, да, делать? Бесконечно я пыталась. И физические нагрузки, и спорт, и самостоятельно. Понятно, понятно. Скажите, а на пляж вы ходили? Ну, вот там, где-нибудь вот на море? Или вы стесняетесь раздеться и в купальники выйти? Я стесняюсь, я избегаю с самого так же юношества. Постоянно прикрывалась полотенцами. Постоянно боялась выходить на пляж, бассейн, оголять свои участки тела. И до сих пор так же я... Ну, так это дисморфофобия. А тут сделали операции, да? Губы вывернули, как у чернокожих, да? Вывернула, вывернула. А когда, в каком возрасте? Пять лет назад первый раз я обратилась к косметологу, и после этого раза три еще добавляла. Подождите, ну хорошо. И так и, вы понимаете, при дисморфофобии какая бы операция ни была, а все равно человек недоволь. Вы довольны губами или нет сейчас? Ничем не довольны. Правильно. Вот еще и дисморфофобия. Причем с детства. И она, что интересно, она у вас прогрессирует. Правильно? Прогрессирует еще как. Но все-таки на первом месте вот губы сделали, уже столько денег потратили. Это же подношили, да? Ну, это укалывание уколами, введением вещества. А, введение, понятно. Ну, понятно. Так, а три раза сделали, да, на губах? Да. Ну и почему недовольны? А я вам скажу, это такой вопрос, риторический. Я знаю, потому что это дисморфофобия. Сколько бы ни делала, все равно будете недовольны. Вот и все. А еще что, кроме живота и вот это все, говорите, вываливается? Оно, наверное, сильно и не вываливается. Это вам так кажется? Вот именно, что сильно, критически ничего не вываливается. Но моя, мне голова говорит напротив, что все очень плохо. То есть это патологически я себя вот так настраиваю. Оно не страшно со стороны, но мне все кажется в таких страшных красках. Понятно. А вы это понимаете, что вы преувеличиваете, или вы не понимаете, или вы действительно уверены, что все плохо? Я понимаю, что отчасти я очень преувеличиваю. И ничего не можете сделать, да? Нет, вот еще у меня добавилась проблема. У меня сломан нос. Это вот у меня вот этот второй супруг физические увечья нанес. И у меня сейчас сломан нос. И это еще дополнительный комплекс для меня страшный. Так подождите, так вы тоже хотите операцию сделать? Ну, у меня были такие мысли, так скажем, финансовые, я не могу себе позволить. Я понимаю, я понимаю, я понимаю. Конечно, финансы это дорого. В общем, кошмар, дисморфофобия есть. И на пляж, когда последний раз на пляже были? Лет семь я не была на пляже. Да. И не выйдете? В таком состоянии, с таким настроем, с такими страхами не выйду, никуда нет. Хорошо. Ладно. Так, ну-ка, выяснили. Скажите, самоповрежения были у вас? В плане суицидальных каких-то? Нет, в плане порезов. Вот. Ну, взять его там. Не было я очень этого всего боюсь, избегаю суицидальных наклонок, у меня нету. Я боюсь смерти. Нет. Ну, хорошо, но алкоголь же был. Кстати, а после развода со вторым тоже начало пить или как? Начали пить или нет? Еще больше или как? Всегда, всегда пила, вот с 25 лет, и вот до сих пор мне сейчас 35, 10 лет практически всегда я была в употреблении. Вы себе представляете, если бы вы не пили, вы бы могли бы уже и нос этого исправить? Да, да. А так что, вы уже зависимы, вы уже не можете бросить, да? Я очень не хотела бы бросить и не пить, но вот эти комплексы и страхи настолько меня пожрали, что с помощью алкоголя я как бы в другую реальность, так скажем, ухожу и хоть как-то могу существовать, жить дальше. То есть, вы не можете выйти и общаться в социуме, если вы не выпьете или как? Это для меня тоже достаточно тяжело с кем-либо общаться без алкоголя, да. Так подождите, так вы что, и работаете под алкоголем? Ну, предположим, я работаю трезвая, а в выходные дни свои могу пить. Ну, хорошо, а компания у вас есть? Ну, какие-то подруги, какие-то знакомые? Есть, в принципе, со стороны я достаточно общительный, такой компанейский человек. Многие даже не подразумевают, что я склонна вот к таким проблемам. Вот, я достаточно общительна, но под маской я хожу, постоянно под какой-то маской. Я не уверенно себя чувствую с людьми. Подождите, под маской. Под маской алкогольная или под маской изображаете? Изображаю. Ну, хорошо, а алкоголь только дома, да, вечером? Могу ли с утра начать? Я алкоголик в основном одиночка, я могу пить одна. Подождите, так это и есть алкоголик. Скажите, что значит с утра? Что, у вас запои бывают? Бывают, да, запои, и по несколько дней я могу пить, потому что боюсь остановиться, что у меня будет вот этот астенический абстинентный синдром, который я переношу тяжело, и я продолжаю, поэтому получается по несколько дней. Подождите, так вы и на работу не выходите? Да, были такие работы, с которых я уходила именно по этой причине. То есть, потому что вас увольняли или как? Ну, меня, так скажем, мягко, корректно просили, уйти, либо я уходила сама. Понятно. А как часто вот из-за этого вы вынуждены были уйти с работы? Вот, из-за этого запоя? Потому что запой, то есть вы пьете, и уже что, целый день пьете, и до невменяемости или как? До невменяемости, да, пока не упаду. И это максимум 2-3 дня, да? Максимум было 7 дней. И легкие напитки, вино, пиво, или уже туда присоединялся и крепкие напитки? Нет, крепких нет, но легких достаточно выпить в таких дозах, чтобы до потери путься. Ну, например, какая доза? Литры, да? Много литров пива, несколько бутылок вина. Одновременно, да? Ну, в течение суток, да? Да, в течение суток. Скажите, а потом сколько вы не пьете? Я могу копить, например, неделю-две, воздержаться, потом снова день до через день. Либо с работы, либо бывали периоды, когда, ну, допустим, я не работала, неделю там я пью, неделю не пью, либо там две недели воздержусь. А я так же кодировалась. Скажите, а можно сказать, что у вас запойное пьяно? Что с самого начала было запойным или как? Нет, сначала было где-то день, там какие-то мероприятия, как и у всех, а потом я стала уходить в себя, второй день прибавлялся, третий. Иногда одним днем обходится. Скажите, а в этот момент, вот когда хочется быть, все прямо вот неудержимо, да, тянет или как? Вы ничего не можете сделать? Ну, вот, предположим, последнее время, когда у меня астенические проявления вообще меня атаковали в плане, что у меня нет энергии, вот эта сонливость, вялость, у меня желание выпить возникает практически каждый божий день. Так вы сейчас в депрессии, да? Мне кажется, да, у меня очень затяжная, не первый год вот эта депрессия, вот эта дизморфобия и страхи и вообще... А депрессия, как долго уже длится вот приступ депрессии? Мне кажется, я из нее просто не выхожу. Не, а когда она началась? Ну, наверное, вот много лет назад, когда я стала себя неуверенно чувствовать, вот с этой самооценкой, с той внешностью принимать, и вот она без конца длится, а потом это все стало сопровождаться еще и алкоголем. Да. Ну, алкоголь – это как лечение, правильно? Да, это как лечение, чтобы убрать вот эти симптомы неуверенности и астенические вот эти проявления, чтобы постоянно... Ну, вот я постоянно сплю, у меня сил ни на что нет, это не лень. И если бы у меня были силы, мне кажется, я бы перевернула весь мир, но их просто нету, и вот от этого хочется постоянно употребить, чтобы не пребывать в этом состоянии. Скажите, а бывают состояния противоположные вот этому астеническим состояниям? Когда вы активны, когда вы энергичны, когда все хочется, когда вам кажется, что вы прямо королева красоты и пошло-поехало, все наоборот, то есть на 180 градусов разворачиваетесь? Или нет? Или не бывает такого? Нет, не бывает. Я 24 часа на 7 нахожусь в состоянии тревоги, страхов, неуверенности, комплексов, и ничего не бывает. Да. Ну, хорошо, ладно. Скажите, а вы уже лечились? Вы уже были у врачей? Я была у наркологов, где посредством больницы меня кодировали два раза уколом и посредством гипноза. Нет, подождите, вас кодировали. Ну и как долго? Значит, это кодирование, оно прекратило, убрало, или вы буквально через несколько дней опять возобновляли? Первый раз я продержалась год, год не употребляла, потом сорвалась. И этот год только и ждала того дня, когда закончится эта кодировка, потому что мне было сложно жить в этом депрессивном состоянии. А второе, вам на сколько? На год кодировали или на сколько? На год. А почему не на всю жизнь? Ну ладно, это все ерунда. Собственно говоря, там страх, пугали вас, да? Да, на страхе, только на страхе. Ну а теперь вы уже не верите, да, в кодирование? Я не верила в последнее время, я очень отчаялась, что я либо так и сопьюсь, ну ничего, что уже хорошего на перспектив нет в моей жизни. Нет, подождите, подождите, я сейчас об алкоголе говорю. Вы можете прекратить или все? Или вы хотите как дед ваш по маме, а? Я самостоятельно так и не прекратила, я вот не пью с 1 февраля вот этого года, полтора месяца. Почему? И я обращалась к нетрадиционному методу бабушкой, с помощью бабушки, которая занимается вот этими кодировками. Она меня закодировала, и впервые в жизни я почувствовала отсутствие тяги. То есть у меня сейчас не возникает вот этого яростного желания употребить, я просто не хочу. Я не знаю, как это сработало, до сих пор мне в это тяжело вериться, я скептически к этому отношусь, но это как-то работает. Вы знаете, стало лучше слышать вас. Хорошо. Слушайте, еще один вопрос. А сколько бабушке лет? 82. А, которая кодировала? Да. Которая кодировала лет 70 ей. Ну, хорошо. А что же она делала? Она вас, что, словесно? Или дала что-то? Она провела какой-то своеобразный обряд в виде молитв. Не, подождите. Ну, своеобразный. А что она говорила? Она вас пугала? Вы поймите. Да, она сказала, что она ставит определенную блокировку. Также вот на год, что тебе нельзя употреблять ничего, что связано с... А если употребите, что будет? Если употребишь, то могут быть абсолютно разные варианты развития. Ну, например, парочку вариантов. Инсульт, инфаркт, необратимые реакции в организме. Ну, в общем, это тоже кодирование. Ничего, какие там обряды. Самое главное, что сдохнешь, инфаркт, парализует. И пошло-поехало. Так вот, что и удивительно. Почему вот эта старая кодировка там тоже самое? Вот выпьешь такие и подохнешь, чертовой матери. Вот это ж так, ну так, грубо говоря. Почему тогда не действовала? Почему сейчас действует? Вы знаете, доктор, я до сих пор не могу найти этом определение, потому что при обычных кодировках, которые делают в больницах при наркологии, у меня чувство выпить было при этом всегда на следующий день, в этот же день. А вот интересно, ответьте мне, что нового в этой бабушке? Что, бабушка, может быть, возраст? Может быть, она там с какими-то там ритуалами, что-то новое? А наркологи – это же прощелыги. Вы же поймите, вы уже знаете, кто такие наркологи. Вы им просто не верили. А бабушки, может быть, поверили? То есть, это ваша установка на бабушку, а? И изменилась? Я не знаю, я пыталась тебя обмануть, ну, то есть, после вот этого обряда, так скажем, его проверить себя, как сейчас у меня будет вот эта реакция срабатывать на алкоголь. И мне просто его не хочется вот уже полтора месяца. То есть, не то чтобы отвращение. У меня в мыслях не возникает. Так это же замечательно. А это же замечательно. А почему при том? Ну, вот, при том, это ведь одно и то же. Там же тоже сказали, может быть, что угодно. Или там не говорили? Нет, там также стандартно озвучивают, какие могут быть последствия. Но при этом я не удерживала этот срок. И на свой страх речь. Ну, хорошо, значит, что-то бабушка не знает. А что бабушка деревенская, да? Или что у нее там в доме какие-то? Вот почему бабушка на вас произвела впечатление? Я не знаю, да. Она живет в деревне. И многие люди вот с такими проблемами к ней обращаются. Кому она действительно помогает? Я не знаю, с чем это связано. С какими силами? Нет, это не с какими силами. Бабушка проводит все то же самое. Понимаете? Все то же самое. Ну, вот аксессуары, обстановка у бабушки может быть другая. Более того, может быть, бабушка там звезда, понимаете? И все о ней говорят, сарафанное радио, может быть, вот такое еще. И возраст бабушки, и это не нарколог, и это как-то может быть в определенном. Ну, неважно, неважно, не будем это, значит, обсуждать, а скажем так, что вот это самое важное, что пропало желание. Да, это очень важно для меня. Вот что самое важное. Вот что самое важное. Ну, хорошо, а при прежних, значит, кодированиях, процедурах было такое или ни разу не было? Ни разу не было, два раза ставили укол, и один раз в клинике неврозов гипнозом кодировали. Там такого не было, то есть я выходила сразу же, чувством вот этой пустоты, что я не могу пить, но я хочу. Я хочу, а от бабушки, а как долго длилась процедура у бабушки? Минута двадцать она читала какие-то молитвы, значит, вот этот обряд проводила, там, руками какие-то жесты махала. Через двадцать минут я вот от нее вышла. Через двадцать минут, да? Да, через двадцать минут я вышла. Ну, подождите, она только обряды, или она там что-то больно делала вам, или как-то воздействовала физически чем-то? Нет, она просто тактильно своими руками как бы притрагивалась в голове. Понятно, а вы в гипноз не впали, в такое гипноидное состояние? Нет. Нет, ну, хорошо, ладно, ладно, бог с ним. Самое главное, что желание пропало. Хорошо. Следующий вопрос. Ну, хорошо, это алкоголизм. Так, а все-таки основная проблема, это алкоголизм или что? Потому что алкоголизм, я вообще-то не лечу алкоголизм. Нет, не алкоголизм, общее мое вообще понимание мира, вот этих своих страхов, мировоззрения, вот эта склонность к депрессии, к тревогам, к комплексам. Вот это, мне кажется, откуда ноги растут, а тут уже притянулся вот этот алкоголь. Да, понятно, все правильно, вы правильно рассуждаете. Следующий вопрос, скажите, а мужчин много было? Вообще, сколько было мужчин? Ну, вот эти вот два, с которыми я строила отношения, и между ними, ну, где-то, наверное, парочка. Парочка. Хорошо. А вот даже, значит, эти двое долговременных, там, по пять лет, и парочка, вот. Кто кого, почему рассыпало? Кстати, почему у вас сложности, вот, в создании таких прочных личных отношений? Ну, наверное, из-за своей неуверенности, нелюбви к себе я не могу построить здоровые, нормальные отношения, когда я не буду никого ревновать, вот, из-за того, что я там какая-то некрасивая, и меня мой мужчина не будет воспринимать. Ну, то есть, я больной человек, я не могу выстроить здоровых отношений, я мешаю в школе этому. Скажите, а вы агрессивная? Так, в трезвой жизни нет, а если употребляю, агрессия, да, проявляется. А при каких обстоятельствах, на кого и почему? Агрессия стала проявляться вот к этому, ко второму партнёру, когда, допустим, мы с ним вместе выпивали, и вот потом происходили какие-то скандалы, и я как, ну, защищала себя, вот оттуда у меня агрессия. А что вы могли сделать? Ну, накинуться, сдать сдачи. Ну, хорошо, что ударить, или толкнуть, или как? Всё, больно было ему, или взять сковороду тяжёлую и стукнуть по голове? Или контролировали, всё-таки контролировали? Контролировала, да, и у меня страх есть, что меня обидят, и как-то так ударят, тем более, что... Нет, вы контролировали, скажем так, свои действия, чтобы не перейти к красную черту, чтобы не убить. Да, и в этом плане у меня есть страх, что я могу начать, ну, какой-то причинить вред, ущерб, что за это потом наказание какое-то последует. Мне, да, страшно, я контролировала себя. Контролируете, хорошо. Вещи ломали? Вещи нет, не ломала. Ломала? Вещи не ломала. Не ломали. Телефон там и так далее, нет. Этого ничего не было. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. А как вы думаете, вот, а сколько вы сменили профессий? Или, скажем так, не профессии, а мест работы? Ну, достаточно много. Ну, сколько, приблизительно? Ну, восемь, наверное. Восемь, да? А почему уходили? Надоедало или потому что мягко намекали, уходи из-за пьянок? Причина, наверное, была из-за пьянок, поскольку, например, я брала больничный, уходила на больничный, потом уже было как-то не очень ловко и стыдно возвращаться обратно домой, тем более, когда если догадывались. А подождите, а кто-то вообще догадывается, что вы пьете? Из-за моего окружения есть люди, которые знают эту проблему. А почему знают, вы им что сообщили? Это такие доверительные люди, да? По большей степени, наверное, по слухам распространилась информация. А кто слухи эти распространились? Вы же, я надеюсь, если запой идет, так вы же дома, вас же никто не видит или вы на улице падаете? Нет, я не падаю, как-то обходилась без этого, чтобы прям так конкретно было заметно, что я где-то падала. Так откуда люди знают? Ведь дамы очень, женщины, пьющие женщины очень хорошо скрывают это. Ну, допустим, мое близкое окружение из тех подруг, которые у меня были, они знают, что я могу выпивать. А у вас есть подруги? Подруги есть вообще? Подруги есть, но ввиду того, что я веду такой образ жизни затворнический и стараюсь избегать общения, можно сказать, что уже подруг у меня и нет. Скажите, вы на съемной квартире или у вас свое жилье? Мне досталась от прабабушки однокомнатная квартира, где я проживаю. От прабабушки, да? А что, даже вы прабабушку, это по маме, да? По маминой линии? Да. А что прабабушка, как вот у нее там все в порядке? Здоровьем было психическим? Психическим, да, нормально. Она умерла у нас 92 года от того, что сломала шейку бедра и просто вот лежала-лежала, а потом уже деменция проявляется. Понятно, понятно, понятно. Шейку бедра. А что она говорила про прадеда? Ну, так же, что у них? Ну, по-моему, обычные, такие классические у них были отношения. Он умер вследствие рака, рак у него был желудка. Нет, ну он, я имею в виду, никаких психических проблем не было, не пил? Нет, он не пил, нет. Ну, посмотрите, дед пил. А, так это прабабушка... Не, подождите, прабабушка. Значит, прабабушка, значит, у нее, значит, наверное, все-все-таки от прадеда шло, да? Или как там? От кого? От кого дед стал пить до цирроза? Дедушка стал пить 40 лет примерно, вот когда с мачехой у них были отношения, и вот он потом стал припевать, и вот эта вот моя прабабушка вот этой мачехе говорила, что, мол, он стал с тобой спиваться. А я ничего не понял, какая мачеха. Там же мама, у мамы мачеха была. Вот она была женой моего дедушки, вот эта мачеха. Нет, так она к вам не имеет, ну, никакого отношения. Генетически, кровно. Вы же говорите, что прабабушка, прабабушка. Так это что, по мачехе, да? Прабабушка – это бабушка моей мамы. Это бабушка? Так вот я и спрашиваю. Бабушка вашей мамы и дедушка вашей мамы. Вот они психически. Бабушка, я понял, умерла от перелома, травмы и так далее, шейки бедра. А дед какой был? Это ваш прадед, ваш прадед. У них не было никаких психологических отклонений. А от кого же мама получила от деда? А дед, подождите, вот ваш дед, он не от этой прабабушки и не от этого прадедушки, да? С ума сойти. Да, с ума сойти. Дедушка, вот мой дедушка. Нет, давайте так, давайте так. Вот прабабушка и прадедушка. Это вы сейчас сказали, квартира прабабушки. Я даже и не знал, что вы и прабабушку знаете. Значит, вот прабабушка и прадедушка. Это чьи? Это чьи родители? Это по маминой линии, да? Ну так у маминой же линии есть две линии. Ее мама, которая умерла рано, и, скажем так, и дед, который алкоголик, цирроза умер. Так вот чьи это родители? Это ее отец, который дед алкоголик от цирроза умер. Это моей мамы отец. Моей мамы. Да это я знаю, что дед алкоголик – это отец. А прабабушка и прадедушка – это чьи родители? А вот прабабушка, от которой квартира мне досталась, это мама моего деда. Алкоголика? Алкоголика, да. Так вот, так кто ж передал? Прабабушка – это уже не имеет никакого значения. Вы говорите, и прабабушка здоровая, и прадед был здоровый, а дед был алкоголик. Так от кого ж тогда они получили? Дед получил. От кого? Дед – не знаю. То есть вот у него в течение жизни вот эта проявилась тяга к алкоголю. То есть после смерти жены, да? После смерти вашей бабушки? Ну, скорее где-то так, да. Скорее, может, отчасти это. Ну, хорошо, ладно. Это мы уже далеко, просто поскольку вы сказали. Значит, у вас все-таки есть жилища, это уже хорошо. Это уже хорошо. Ну, не знаю. А у психиатра вы были? Я обращалась к психиатру, меня направляли к психологу, выписывали препараты. Это было очень давно. Но я начинала принимать вот эти антидепрессанты и потом забросила, потому что у меня были побочные проявления на тот момент. Ну, такие сильные. И я как-то это все забросила, решив, что я самостоятельно справлюсь. Решили, что будете алкоголем лечиться дальше, да? Или как? Да. Да, решила, что я самостоятельно справлюсь, буду пить пиво и... Вы знаете, вот я думаю, думаю и не знаю, какой... То есть алкоголизм, вы понимаете, алкоголизм меня не интересует. Алкоголизм это вторичный. А может быть и не вторичный, я не знаю. Ну, скорее всего, вторичный. А вот что первоначально было, я так и не знаю. Вот какой диагноз. Вы знаете, я и диагноз не буду ставить. Вот бывает такое. Вот и бывает в последнее время. Вот я даже и диагнозы иногда не ставлю. Ну, вот что есть? Вот что с вами? Значит, что у вас есть? Есть морфофобия, есть. Вам не нравятся губы, вам не нравится ваше тело. Вы стесняетесь до сих пор. Кстати, а эти два спутника жизни, они что, не обращали на это внимание? Это вас не вдохновило? Ну, вот второй спутник жизни иногда указывал мне на мои комплексы, что у меня плоская попа, что у меня не такая внешность, и я не совсем привлекательна и симпатична. Да, вот мерзавец, а? Он бил по вашему больному место. Значит, не симпатичная, а какого же дьявола он с вами имел дело, если вы не симпатичны? Ладно, бог с ним. Конечно, он добавил. Ладно. Ладно. А откуда все-таки это зародилось? Вы же мне сказали, никто об этом не говорил. Значит, вот дисморфофобии я вижу. Алкоголизм я вижу, но алкоголизм это вторично, скорее всего. Скорее всего, это вторично. А что ж первично? Что, неуверенность? Или что? Ну, вот скажем так, давайте так. Давайте мы сейчас вот что разберем. В подростковом возрасте, когда вы еще с мамой жили, еще замужем не были. Вы пили или нет? Нет, у меня не было никогда к этому никакой слабости. И не хотелось мне. И как бы я без этого обходилась. Я бы в жизни не подумала, что я могу столкнуться с тем, что я начну пить. Меня всегда история с мамой угнетала, что вот она выпивала, я на нее смотрела, в таком этом думала, что я никогда этого не повторю и не хочу. Ну, хорошо, у мамы депрессия была. Вы же сами говорите, она трижды лечилась в отделении неврозов. Хорошо, а почему же вы после, значит, впервые вы вдруг, кстати, вот что интересно, когда вы впервые почувствовали, что алкоголь действует на вас положительно, вот он убирает комплексы, повышает настроение и так далее, вот в каком возрасте? Наверное, в начале употребления, 10 лет назад, когда я еще не была, ну, чрезмерно не употребляла, тогда я понимала, что оно добавляет уверенности, раскрепощение, вот это, как бы, страхи многие уходят на второй план, вот. А потом это уже не приносило никакого удовольствия, вот в последнее время это не приносит никакого удовольствия. Оно не удовольствия не приносит, а не убирает комплексы, правильно? Оно уже ничего не убирает, оно только все усугубляет, потому что потом еще с большей силой я возвращаюсь к неприязни к себе, непринятию себя, еще больше себя виню и корю за то, что я употребляю. А почему вы себя не принимаете? Почему? Скажем так, скажем так, мальчики же в школе, мальчики в колледже или в техникуме, они же не, все-таки проявляли к вам какое-то внимание или абсолютно никакого? Внимание ко мне проявляли, да, ко мне проявляли внимание, это все только исключительно в моей голове, что я какая-то не такая, а потом вот этот второй партнер мне, ну, добавлял, так скажем, эти комплексы, что я какая-то... Нет, подождите, так они же проявляли внимание, а у вас все равно была дисморфофобия? Все равно была, да. То есть она на ровном месте возникла, правильно? Да я думаю, что да, на ровном месте, потому что меня никто так не унижал, не обзывал, что я какая-то не такая кривая, либо какая-то... Ну, вот я могу сказать, что дисморфофобия, вот ваш диагноз, ну, а потом что? А потом какие-то, ну, какие-то, понимаете, дисморфофобия, что такое это? Это недовольство, значит, своим физическим видом, то есть, ну, то, что вы, значит, объясняли губы, сейчас нос, там, попа, живот, якобы, и так далее, и так далее. И никто ничего вам об этом не говорил, вот. Значит, вот это, вот. Теперь следующий вопрос. Почему, когда муж, то первый, ну, так, будем мужем его, это мужья, понимаете? По сути дела, что такое спутник, это муж, современный, понимаете? Сейчас, сейчас все меньше и меньше, вот, вот у меня два сына тоже развелись уже, понимаете? Вот, так что скоро вообще никто и жениться не будет. Ну, на Западе, не знаю, там, там, где вы живете, как там, но там, где я живу, там скоро и институт брака, значит, исчезнет. Вот, почему? Потому что он только несет одни проблемы для людей. Вот, и все. Так вот, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Все-таки пять лет вы жили и не пили, вот, вы расстались с ним. Что послужило толчком для того, что вот надо было, вам стало душевно еще хуже, и надо было лечиться алкоголем? Вот, значит, какой комплекс после расставания с первым мужем, ну, так назовем его, значит, усилился? Какой комплекс или расставание усилило? Вот, давайте, вот тут мы найдем сейчас и ответ. Скорее, комплекс того, что я никому не буду интересна, никому не буду нужна, что вот как-то так резко я привыкла жить с человеками, тут я вроде осталась одна, может быть, как-то это, и я нашла утешение вот в этом алкоголе. Это я понял, я понял, с алкоголем все ясно, там не надо и объяснять. Что усилилось? До этого была дисморфофобия. Все. Так вот, это дисморфофобия, ну, уже в расширенном виде, уже не в виде губ, уже не в виде это, вообще, в общем, я никому не нужна, я вообще урод и вообще какая-то неудачница и так далее. Это тоже дисморфофобия. Вот, она после этого первого развода, она что, усилилась, наросла? Почему вы начали вдруг употреблять алкоголь? Ну, возможно, еще как-то вот повлияло общение вокруг меня, я на тот момент вот в этом ресторане познакомилась с мужчиной, и он тоже был склонен к употреблению, вот без конца вот это пиво, 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 и мы как-то вот совместно еще с ним стали употреблять, и вот это вот меня тоже стало затягивать. Подождите, так это он вас туда втянул, понимаете, мой основной вопрос, я хочу понять вот что, что у вас до этого где-то с 15 лет, с 15, да, дисморфофобия, недовольство своим. Так, вопрос следующий. После развода, вы же не пили до развода, после развода или расставания с первым мужем, что ухудшило ваше самочувствие? То есть вы поняли, что я такие, действительно, это губы, это попа, это живот, это черт знает что и прочее, или нет? Да, вот это все повлияло, я так думаю, и дома вот у мамы и отчима тоже все как-то было плохо, я еще из-за них вот это вот все переживала, мне кажется, что они плохо жили, постоянные драки, алкоголь, отсутствие денег, долги, и меня вот в эту всю историю впутывали, и вот как-то все в совокупности вот к этому привело. Нет, я понимаю, там, конечно, совокупность, но до этого мама пила, мама же пила, до расставания мама продолжала пить, все было так же, вы же, почему именно вот эта граница? Еще когда с ним жила, он вас заразил гонореей, вы его простили, но простили внешне, внутренне, естественно, вот, и через год вы расстались, вы же еще этот год не пили после вот этого происшествия, правильно? Да, не пила. Почему вы запили после, вот, вот тут будет вопрос диагностики, вот, и все, вот почему вы запили, почему, потому, смотрите, мама пила, так мама пила и до того с этим отчимом, там были проблемы, но вы же не заставила вас это пить, а вот после расставания, прекращения этих отношений вы начали пить, что вас доконало, что вас добило, что, скажем так, заставило уже лечиться алкоголем? Вот тут, вот тут мы должны найти решение вопроса. Скорее, страх одиночества и усугубление вот этих комплексов, что меня бросили, меня растоптали, от меня ушли, и вот и я вот такая бедная, несчастная осталась одна с собой. Все, я понял, все, хорошо, 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 ну, что я могу сказать, конечно, можно там с натяжкой и борделяем поставить, алкоголь, понимаете, можно, но как-то оно все, все как-то, понимаете, ну, расплывчато, розетта, понимаете, вот все-таки на первое место идет комплекс неполноценности, что такое, понимаете, диссморфофобия, она и в двух ипостасях, есть диссморфофобия, есть диссморфомания, диссморфомания это, это шизофрения, это бред уже, а диссморфофобия это страх, это недовольство, вот, и так далее, и так далее, вот, понимаете, вот, Значит, дисморфомания – это шизофрения, по сути дела, это бред, это паранойя, паранойя, дисморфофобия – это, ну, что, я даже не знаю, куда это всунуть, сейчас вообще никто эти диагнозы не ставит, но они есть, понимаете, вот в чем вся проблема, вот, значит, основной диагноз я не могу поставить, там, психопатия, ну, наверное, наверное, какая-то психопатия, сейчас вообще и психопатии убрали уже, просто есть психопатия и будь здоров, расстройство личности, ну, значит, я же не могу отказаться от старой классификации, новой, вот, психопатия, как это так? Там же раньше была целая куча и шизоидная, и параноидная, и асоциальная, и импульсивная, и пограничная, и анонкастическая, и стероидная, и избегающая, и зависимая, и прочее, 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 сейчас их нет, сейчас осталось только борделяй на день, пограничная, вот, поэтому я думаю, я, естественно, дальше не хочу там лазить, я все-таки вам ставлю дисморфофобию с алкоголизмом, все, вот, вот вы лечили свою дисморфофобию, только дисморфофобия не в том плане, что губы тонкие, хотя они уже и не тонкие, что там попа какая-то плоская и так далее, уже не в этом, а в более широком плане, что все-таки, смотри, меня бросили, все, значит, кто я? Ну, кто я? Таки действительно, я уже никто, то есть, дисморфофобия, она уже не дисморфофобия, дисморфофобия – это морфология, морфология – это субстанция, это тело, это соматика, тут дисморфофобия говорит о том, что человек стесняется, боится, вот, страдает из-за какого-то якобы дефекта его тела, это дисморфофобия, но она же может и на психику, и вот после того, значит, дисморфофобия, она красным, скажем так, нитью проходила, это как фундамент, а потом, когда вы расстались с этим человеком, все, она уже приобрела, что не только, что у меня там тело плохое или так далее, а вообще я уже какая-то, я никому не нужна, вот так или нет? – Да, еще плюс усугубилось, что вот я бесплодная, что какой мужчина строит со мной полноценные отношения, если я неполноценная и как женщина не могу ребенка… – Правильно, умничка, умничка, я и забыл еще, вот, а когда вам это поставили? Подождите, вы говорите, с гонореей, но вы же могли забеременеть еще до гонореи? – Не могла еще забеременеть до этого, да, заболевания гонореи, то есть у меня ни разу не было беременности вообще в принципе за все 35 лет. – Подождите, то есть даже до гонореи вы уже тоже не могли беременеть? – Ни разу не было, нет. – Ну так это не от гонореи, это же не от гонореи, а при чем здесь гонорея? Вы же половой жизнью жили или вы предохранялись? – Половая жизнь была и беременности не возникало никогда. – Ну, вот, значит, бесплодие было еще и раньше. – Да. – Вот в чем дело, значит, это не от гонореи, гонорея часто дает, ну, нелеченая, а вы же сразу же начали лечиться и так далее, и так далее, и тому подобное. Нет, это не от гонореи. Конечно, это, кстати, а это убивало вас или это, а когда стало убивать, что вы не можете забеременеть? – Ну, практически, когда вот мы совместную жизнь проживали, естественно, были такие разговоры, и в планах было, собственно, родить ребенка. И это меня сразу же практически стало убивать, когда я стала понимать, что у меня ни разу не получилось. – О, вот, вот, вот важный. – Все-таки давайте остановимся вот на этом. Ну, так, это приблизительно, вы же поймите. – Это психиатрия, да, сейчас исчезла связь. Сейчас соединится. Ну, вот, видите, и тут случай такой вот, видите, все, вот какие-то случаи пошли. Да. Сейчас надо. Ну, и что там? Сейчас. Сейчас. – Ну, что вы тут? – Да, я тут прервалась. – Да, да, я понял, я понял. Вот. Это я уже начал комментировать. Да, конечно, конечно. Вы понимаете, я не хочу там уже на кофейной гуще гадать. Сложно. Сложно. Вот. Кстати, а вот те психиатры, которые вам назначали антидепрессию, они вам, наверное, депрессию выставили и все, да? – Да, они сказали, что я преобладаю вот в этой депрессии относительно, что я себя неполноценно чувствую. – Нет, подождите, неполноценное – это другое. – Неполноценное, а депрессия – это другое. Вы понимаете, депрессия. Вот я вам выставил, но я уже вам сказал, дизморфофобия – это что? Это тело, а потом еще и родить не могу. А потом вообще меня бросили, она уже из тела, значит, полностью. Я не только телесная, я и вообще по-всякому никакая, и все, и никому не нужна. Вот основной причиной, значит, как-то же надо обозначить это. Вот я и обозначаю дизморфофобия, все. А потом, значит, настолько тяжело уже стало, уже когда вы это дизморфофобия, понимаете, с дизморфофобией вы еще жили. Вы там скрывали, на пляж не выходили, прятались и полотенцами, и операцией, и пошло-поехало. Так, и там вот, боже мой, что я за женщина, я не женщина, я беременнать не могу. Но все-таки еще как-то вы справлялись. А когда после того произошел разрыв, а особенно второй разрыв, он еще только поддержал, вот, значит, все, вы начали уже лечиться, вам настолько тяжко стало, что уже невыносимо. Возможно, и там и депрессия реактивная, реактивная депрессия появилась. Ну, как же так? У меня все плохо, у меня тело плохое, и вообще у меня все плохо. Я еще и забеременеть не могу, я и не женщина, а черт знает, кто я и что я. Ну, естественно, депрессия стала тяжко, вы начали пить. Вот вам и все. Но надо же какое-то... Ставить депрессию, понимаете, это примитивно. Это так, если 10 минут поговорить, депрессию поставил, и все. А мы все-таки выяснили. Да. Понимаете, у вас же все-таки не то, что самооценка, как личность. У вас все-таки связано вначале было с какими-то дефектами, мнимыми. Мнимыми, понимаете, это мнимый дефект. Ведь при дисморфофобии это мнимый дефект. Вот если горбатый человек с горбом, там немнимый. Понимаете, это он компенсируется. Понимаете, вот горбуны, они компенсируются по Адлеру. Или там у кого-то нога короткая, или и так далее, они компенсируются в другом месте. Вы же не скомпенсировались. Вот в чем вся проблема. Поэтому вот это диагноз с вторичным алкоголизмом. Я надеюсь, я надеюсь, вот что, пациентка инкогнито, что может быть это бабулька. А что она вас на год закодировала? Ну вот она обозначила, такие сроки будет. Давай попробуем на год, а там вроде как будет видно, ты пока полечись. От чего лечиться? Ну вот от этих депрессий, тревожностей, страхов, что пока я пить не буду, чтобы в себя начинать приходить. Потому что с алкоголем же невозможно никак лечиться. Понятно, 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 хорошо. А какая тревога, а какие страхи у вас? Страхи опять? Вот страх чего? Что я не такая? Или какой? Что вы имеете в виду под страхами? Страх заболеваний. Я постоянно ищу в себе заболевания, что у меня будет какое-нибудь смертельное заболевание. Я буду умирать в муках. У меня тут заколит, там заколит. Без конца я ищу в себе какие-то проблемы по здоровью. Я боюсь страх смерти у меня. Я боюсь умереть. Так что, у вас еще ипохондрия? Да, да. Ну, ипохондрия не лечится. Скажите, как вы думаете, а вообще детство могло как-то все это вызвать у вас? Ну, думаю, что отчасти какие-то основные причины заложены именно с детства. Ну, я, может, это связываю со своим заболеванием вот этой бронхиальной астмой, что я несколько раз там умирала вот от этих причин. Нет, подождите, бронхиальная астма – это опять дисморфа, понимаете? Это опять болезнь. Вы понимаете, оно вот там бесплодие, дисморфа, губы, попа, живот, а теперь нос еще появился, еще вот это оно и есть. Вот. Это, значит, это одно. Это одно. Второе. Сама вот это условие. Папы нет, отчим есть, мама пьет. Это могло повлиять тоже. Ну, и гены. Вы понимаете, вот вам условия. Гены. Несомненно, по маминой линии мама сама лечилась. Трижды от депрессии. Дед умер от алкоголизма. Дед. Его родители как будто бы нормальные были. С папиной стороны тоже там как, немножко что-то как-то, вот, и так далее. Но в основном, конечно, по маме идет, потому что мама тоже лечилась. Это гены. Второе. Условия жизни. Нищета или нуждаемость. Пьющая мама, пьющий отчим, папа где-то, мама тут. Это все могло тоже сказаться? Это условия роста вашего? Определенно. А на какой почве возникла? А на какой почве возникла дисморфофобия? Почему вдруг вам стало казаться, что вы, ну вот, в физическом плане, ну, непривлекательная, и там имеются дефекты? Ну, этот вопрос мне самой сложно себе ответить, поскольку, ну, каких-то явных выраженных нету изменений. Вот как вы говорите про тот же горб, например. Ничего такого нету, что могло притянуть вот эти вот проблемы настолько, что я не принимаю. А может быть, не считать, что вы были плохо одеты, у вас не было там, я не знаю, чего у других, что у других было. Могло это как-то повлиять или нет? Да, могло и то, что папа постоянно меня вот с сестрой сравнивал, что вот она успешнее, она лучше учится. Может, вот эти сравнения? Конечно, 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 конечно. Ну, не знаю, вы знаете, вот, я, конечно, не знаю, насколько, а какие антидепрессанты вы принимали? Мне выписывали аминотрептилин. Ой, это, это старье. В какой дозе? 25 мг. Не, ну, это, это же, это смешно, смешно, аминотрептилин, это прошлый век, вот, и еще и доза смешная, и все, и больше ничего. Ну, вот ранее еще, вот, в декабре месяце я обращалась онлайн к, ну, к какао-врачу, он мне прописал флокситин. Ну, хорошо, вы его принимали в флокситин? Флокситин я начала принимать, и вот где-то спустя неделю у меня вот как будто панические атаки как бы приключились со мной, вот какая-то реакция была, повысился пульс, лицо горело, я вот себе места не могла найти, страх, паника какая-то. Ну, тревога, тревога, она может быть через неделю. И вы прекратили, да, принимать? На этом фоне, да, я испугалась и бросила. А потом мне сказали, что нужно было назначать прикрытие. Конечно, ну, понятно, это врачи такие, конечно. В общем, вы знаете, что я вам советую? Значит, закодированы вы сейчас хорошо, желания нет. Значит, на дисморфофобию надо, извините за выражение, забить. В 35 лет не черта думать уже о дисморфофобии. Понимаете, будете считать себя никчемной, так и никогда и замуж не выйдете. Ну, это первое. Или, да, а так и останетесь одна. Вот, это второе. Это второе. А третье, давайте все-таки хотя бы раз пролечимся современным антидепрессантом. И если он поможет, как частично, хорошо будет. Нет. Значит, переключитесь на психотерапию. Угу. Угу. Поднять самооценку, убрать эти губы, так губы уже нормальные, а все равно, вот, убрать это все и так далее. Понимаете, я опять вам повторяю, каждый мужчина, у него свои предпочтения. Кому-то то нравится, кому-то, знаете, кому-то глаза нравятся, вот и все. Кому-то цвет волос, кому-то грудь, кому-то попа, кому-то ноги там черт, кому-то вульва нравится. Понимаете? Вот. И никто об этом не говорит, а ведь вульва – это лицо женщины. Знаете, да, что такое вульва? Слышала. Да, ну, слышали. И вот оно, и вот это и есть лицо женщины. У нее может быть страшно, а если вульва такая, которая нравится мужчине, все, вот это самое главное. Вот это лицо, но оно скрыто, это лицо, ладно. Это уже философия. Значит, попробуем, попробуем антидепрессант, только давайте более современный. Вы говорите, что вы вялая, слабая, да? Да, вялость, сонливость, вот вообще отсутствие каких-либо жизненных сил, и вот это мне крайне тоже мешает. Я бы, может, и делала бы что-то, и очень хочу делать, и спортом заниматься, и работать в полную силу. Вот меня вот эти состояния угнетают. То есть я уже проснулась, и все, я не какухонькая. Хорошо, давайте вот что. А скажите, вылетело из башки, что-то же хотел. Вылетело уже из головы. Значит, я думал вот о чем. Вот вылетело, я же о чем-то важном подумал. Значит, я подумал вот, я подумал о том, что вообще-то, по идее, вам, конечно, нужно... Да, вот, вот что я вспомнил. Скажите, а тревога, сильная тревога? Да, я думаю, сильная тревожность у меня повышенная за все. Вот я, прям вот эти мысли бесконечные 24 на 7, что что-то произойдет плохое, что будет плохо. Всегда все в таком у меня негативе плохих очень. А что должно произойти? А что должно произойти? Или может произойти? Что я, вот у меня навязчивые мысли, что я заболею каким-то заболеванием, предположим, что мама сопьется, умрет. Подождите, подождите, заболевание я понял. А мама сопьется, умрет. Так мама умрет и не сопьется когда-то. У меня уже никого нет. Нет никого, я один остался. Вот, родители, бабушки, дедушки, брат был. Все, я один остался. Дети, вот, дети. Но предыдущее все уже ушло, это нормально. Почему мама? Почему вас это тревожит? Вы что, зависите от мамы? Очень сильно тревожит. То есть, я не могу вообще вот это принять, что что-то с ней может случиться не то, потому что она единственный близкий мне человек. Ну, папа же еще есть, еще папа есть. Нет, мы не общаемся с ним никак, абсолютно нету никакой связи. Вот с мамой именно связь вот эта. Скажите, а вы с мамой живете в одном городе? Да, мы живем относительно рядом. Ну, хорошо. А встречаетесь? Да, встречаемся с мамой, поддержанным отношением каждый день. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, давайте так. Давайте все-таки. Я хотел там сиртролин. Почему сиртролин? Потому что у вас все-таки и тревога, и вялость. Но поскольку у вас все-таки преобладают страхи, вот мама умрет и так далее, давайте мы лучше эсцеталопрам. Эсцеталопрам, селектра. Вот есть такой препарат селектра. Хороший. Давайте его попринимаете, а потом свяжетесь со мной. Где-то недели через шесть повторно мы проведем беседу, посмотрим. Ну, и дальше определимся. Но в любом случае, вот, в любом случае, сейчас пока, значит, вам, конечно, можно воздержаться. Достаточно будет этого антидепрессента принимать. Вот. Но и, конечно, второе, не возобновлять алкоголь. Потому что если вы возобновите алкоголь, алкоголь сам в состоянии все это вызвать. Понимаете? Нет, ни в коем случае алкоголя нет. Я именно нацелена. Я хочу приходить в чувства и не существовать, а жить. Это так невозможно уже больше. Значит, сейчас мы пробно, пробно, поскольку 25 амитриптилина – это ничего, а там не объяснили вам по поводу флоксетина ничего. Вот. А сейчас я вам расскажу, как вы будете селектру принимать. Вот. Прикрытие вам, значит, укажу, чем будете прикрываться. И через 6 месяцев, 6 месяцев, 6 недель лечения мы должны будем встретиться. Я должен буду посмотреть, каков результат или каков процент, будет ли улучение или не будет. Вот. От приема эсцеталопрама. Но в конечном итоге поможет эсцеталопрам, не поможет. Тем более, если не поможет. Психотерапия – ваш, естественно, основной базовый метод лечения. Почему? Потому что вот это неуверенно. Вот это. Кстати, ну вы-то, вы же, вы знаете, что меня обнадеживает? Потому что все-таки при дисморфомании там человек, вот его, он не понимает, что он преувеличивает. Это бред. Значит, ну бред, сами понимаете, он ничем не лечится, так оно и останется. Вот. Я вспоминаю, давно-давно еще в Одессе я работал, у меня был пацанет, молодой парень, лет 18. Вы знаете, у него был румянец, кровь с молоком, как говорится. Сейчас этого румянца нет. Знаете, вот такой белая кожа и хороший такой, не чахоточный румянец. Вот. А румянец такой здоровый, понимаете? Вот. И вот он почему-то стеснялся этого. Вот он стеснялся. Он, вы знаете, молодой парень, он вообще сидел дома. Он выходил только вечером, когда никто не мог видеть его, скажем, вот этого цвета лица. Я ему объяснял, что, боже мой, я тебе даже завидую, я бы сам хотел бы иметь такой цвет лица. И многие, потому что это здоровый. Такой, знаете, вот раньше, там, несколько десятков лет назад в деревнях вот такой был румянец, где свежий воздух, там, питание свежее. А в городах уже не было этого. И так далее, и так далее. Понимаете, и все это как мертвому припарке. Вот надо убрать это. Вот если уберем вот это вот румянец, вот тогда все. То есть, естественно, я ему выставил дисморфомонию. Дальше я его судьбу не знаю. Я там пытался и косвенная психотерапия. Говорил, вот у тебя сосуды расширены, сейчас мы вызовем спазм. Ставил там ему парочку иголок. Ну, все это по барабану. Почему? Потому что даже если бы мы бы и убрали бы этот румянец, даже, значит, ничего бы не изменилось. У него что-то другое. Потому что это бред, это паранойя. У вас паранойи я не вижу. У вас я вижу страхи, фобия. И вы сами говорите, я преувеличиваю это все. Вы это понимаете. Поэтому, естественно, вам нужна и психотерапия в любом случае. Но давайте пока, пока, значит, что пока? Пока не возобновлять пить абсолютно. До конца жизни постараться. Почему? Потому что если восстановитесь, будет цирроз печени, будет полиневрит. Что угодно может быть. Это первое. Второе. Это сейчас эсциталопрам. Мы посмотрим, как он будет на вас влиять. Но в любом случае, позже вам, конечно, поможет эсциталопрам. Это замечательно, если он частично уберет тревогу, уберет вот эти страхи, что мама там умрет, и вы заболеете чем-то, и станет как-то и депрессию немножко снимет. Будет хорошо. Но в любом случае, поможет, не поможет. А если не поможет, тем более останется только психотерапия. Вот такой план. Значит, селектора. Сейчас я вам наговорю, а вы потом прослушаете. Начнете. Там таблеточки 10 миллиграмм в таблетке. Начнете с четвертинки. 2,5 миллиграмма утром. 7 дней. Неделя. Дальше. Через неделю вы перейдете на половину таблетки. 5 миллиграмм. 7 дней. А потом перейдете на 10 миллиграмм на целую таблетку. Будете принимать 6 недель. Итого 8 недель терапии. Через 8 недель. Неделя 2,5. Неделя 5. И 6 недель 10 миллиграмм. Вы мне напишите, и мы с вами проведем вторую коротенькую такую беседу. Да, может быть, еще что-нибудь там всплывет и так далее. Но самое главное, я посмотрю, какой эффект от селектрии. Дальше. Поскольку и селектра, как и флокситин, может первые 2-4 недели вызвать усиление тревоги, то вам надо будет прикрыться в течение этих 2-4 недель одним из противотревожных препаратов, которые будут уменьшать. То есть, тревога, конечно, будет. Она может возрасти. Но если вы не будете прикрываться, вы, естественно, прекратите пить. А прикрытие, прикрытие сгладит, уменьшит, понимаете, смягчит эти проявления тревоги. И плюс ваша сила воли, вы будете знать, что 2-4 недели тревога, а потом она пойдет на спад. И вообще надо ожидать улучшения. Значит, какой препарат? Финебуд. Хороший препарат. Пригаболин вам никто не выпишет. Значит, финебуд, аторакс, мебикар, терлиджен, там 5. Значит, вот любой, любой препарат, значит, ну вот я почему-то предпочитаю, значит, хорошим таким противотревожным эффектом обладает, конечно, финебуд. Это не бензодиазепиновый транквейт, а не феназепам и так далее, не диазепам, не клоназепам и так далее и тому подобное. Значит, вот где-то от 2 до 4 недель вы можете его использовать. Если на фоне приема селектор и тревога усилится, примите от 1 до 2, максимум до 3 раз в день. Ну, это только первые 2-4 недели. Почему? Потому что начиная с пятой недели вы уже, по идее, должны почувствовать, как тревога первоначальная, усилившаяся в результате приема этой селекторы, или это, да, селекторы, эсцеталопрама, она пойдет на убыль и вообще уже эсцеталопрам, антидепрессант, начнет работать постепенно, а через 6 недель он должен уже, скажем так, приема 10 миллиграмм, он должен уже проявить хороший такой явный видимый эффект. Вот. Значит, вот такие дела. Или аторакс. Аторакс еще лучше. Почему? Потому что от аторакса нет никакой зависимости. Понимаете? А вы склонны к зависимостям. Ну, за 2-4 недели фенибуд не может вызвать зависимость. Но аторакс еще лучше, если он... Вот два препарата надо проверить. Значит, начните с аторакса, если он действительно будет снимать эту тревогу, замечательно. Потому что аторакс можно принимать годами и никакой зависимости не будет. Но фенибуд, понимаете, он может, поскольку он релаксирует, он может вызвать маленькую зависимость, но небольшую. Это, конечно, не алкоголь. Но все-таки лучше принимать препарат, который абсолютно не вызывает зависимости, с учетом того, что все-таки вы склонны к зависимостям. Вот. Ну, как минимум к алкогольной. Ну, и через 8 недель мы с вами побеседуем. Вот и все. И посмотрим, каков результат. И вот. На сегодняшний день я все-таки ставлю дисморфофобию в более широком смысле. Вот. Значит, не только дисморфа. Морфа – это морфология, это тело, понимаете? Это сома. Вот. Но у вас не только это, хотя это есть бесплодие, некрасивые, губы. Я не хочу уже перечислять это все. Но потом уже появилось, что я и вообще, как личность, никто и ничто. Правильно? Или как? Да. Вот. Значит, поэтому оно расширилось. Оно уже из дисморфофобии перешло в дисментальнофобию. Да, ментальная, когнитивная и так далее, и так далее фобия. То есть я никто. Вот уже настоящий комплекс неполноценности. Потому что дисморфофобия – это комплекс неполноценности телесный. А кроме того, еще есть комплекс неполноценности, вот как я никто. Я какой-то забитый, я неумный, все смеются надо мной, никто меня не принимает, понимаете? Это уже ментальная часть, скажем так, дисментализм, вот так назовем его. Вот. Поэтому вот оно расширилось, и когда прибавилась к дисморфофобии и еще к дисментализм, вот там уже и начался алкоголизм. Понимаете? Угу. Вот. Потому что уже все, я и физически никто, я и ментально, интеллектуально я никто. Ну, кто я? Ну, кто я такая? Уже все, уже все бросили меня и так далее. И тому подобное. Вот и началось лечение алкоголем. Вот и все. Хотя, по идее, в тот момент должна была быть, конечно, психотерапия. Ну, и попробовать посмотрим. Посмотрим. Вот. Посмотрим, как повлияет на вас эсцеталопрам. Если он все-таки даст какое-то снижение, тревоги, тревоги, он может убрать только тревогу, он может убрать эту слабость, он может убрать только депрессию. Больше ничего. Самооценку он не повысит. Дисморфофобию он не уберет. И вот этот дисментализм он тоже не уберет. Там нужна, естественно, психотерапия. Психотерапия. Ну, вот такое комплексное. Но если он уберет тревогу, если он снимет тревогу или уменьшит тревогу, уменьшит эти страхи, ипохондрию и так далее, и так далее, уже будет проще. И там еще плюс психотерапия, активное участие. Значит, активное, вы должны понимать, что кроме того, что нужно найти еще хорошего психотерапевта, кроме того, что психотерапия дорогая, это дорогая вещь, это длительная, но надо найти еще специалиста. Но там самое главное, что меняться надо вам самой. За вас никто не будет отказываться от губ, от попы, от носа и так далее, и так далее, и тому подобное. Поверьте мне, вот вы этого не понимаете. Вот эти два хлопца, с которыми вы жили по пять лет, они же плевали и на попу вашу, и на все, их все устраивало. Другое дело, что они оба были какие-то сами. Вот вы помните, вы мне сказали, я притягиваю идиотов чуть ли, или кого-то, не идиотов, а... Да. Ну вот и все, может быть, так оно и есть. Может быть, так оно, понимаете, ставить вам борделяйм не хочу, потому что там все как-то натянуто, понимаете, может быть, он и есть, может быть. Может быть, понимаете, может быть. И я вам скажу, почему может быть. Потому что в 35 лет, ну как-то все у вас, личной жизни нет. Вот, еще с квартирой, слава богу, повезло, хоть прабабушка дала, оставила. А так бы и квартиры им не было. И вообще ничего нет. Понимаете? Да. То есть дезадаптация. Кстати, а инфантилизм у вас есть? Я вообще-то не вижу у вас инфантилизма. А как вы считаете? Нет, инфантильности, мне кажется, нет. Нет, я его не чувствую. Поэтому я не хочу говорить о борделе. Не хочу, не желаю. И там нет. Вы понимаете, можно было сказать, что алкоголь – это самоповреждающий. А ведь бог с ним. Вот, я ограничиваю все-таки первоначальный диагноз – это дисморфофобия. Вот оно. А потом появился вообще этот комплекс полностью уже моральной неполноценности. И отсюда алкоголизм. Вот и все. Вот вам и все. Вот так я рассматриваю. Вот. Значит, мы испытываем только эсцетолопрам, селектору. Прикрываетесь либо атораксом, либо фенебутом. Либо комбинировать немножко аторакса, немножко фенебута. Вот и все. Но 2-4 недели. Через 8 недель лечения селекторой связывайтесь со мной, пишите мне, напоминаете, что, доктор, а вы просили, вот, вы хотели и просили меня, вот, чтобы вы мне напомнили о том, что я должен с вами провести вторую беседу для уточнения и так далее, и так далее. Вот так вот. Вопросы есть у вас? Нет, вопросов нет. Огромное спасибо вам за консультацию, за объяснение. Вы мне придали стилу и уверенности, что все получится. Я буду с вами на связи. Большое спасибо. Ну, получится только при вашей работе. Почему? Потому что, понимаете, селектора, она уберет то, что может убрать, если уберет. А вот это вот все ваши комплексы, понимаете, медикаменты не убирают. Там психотерапия. Но это мы поговорим еще позже. Хорошо. Как только я залью нашу с вами беседу на YouTube, вот, я вам сброшу ссылку, и вы прослушаете, там, сколько захотите, столько и прослушаете эту нашу с вами беседу. Спасибо вам. Почему? Потому что тоже много интересного, и публика, я думаю, с удовольствием, значит, послушает. Послушает. Почему? Потому что вы же сами понимаете, таких, как вы, очень много. И очень многие найдут вас, себя. Вот и все. И получат ответы на те вопросы, которые они не могли получить, вот, через, через вас, через мои, значит, там, попытки, попытки объяснить и так далее, и так далее. Все, спасибо и до свидания. Счастливого. Включите на минутку, включите на минутку, это вот, видео, я хочу еще раз посмотреть, там, на губы ваши хотя бы. Сейчас, сейчас пришел. Потому что я не обратил внимания вначале. Так, ну что-то темно, вот, а вы же симпатичная девочка, ну что вы придумали, боже мой. И молодо выглядите, и молодо, симпатично, и губы, боже, моднейшие губы. И эти вот, еще, вы даже что-то немножко и африканское есть такое, еще, если эти волосы сделаете, такие косички. Как, вот, африканские дамы, вот, это делают, так вообще, симпатичная девочка. Откуда у вас комплекс этот? Я не могу понять. Лицо у вас очень привлекательное, очень. И я не вижу, я и носа ничего не вижу, там, что там сломано, там ни черта не видно. Губы великолепные, вы что, крупные такие, плотные, все, хватит. А то еще будете, уже уродство будет, все нормально, да, симпатичная девочка, все, вот, это надо и взять, да и тот факт, что вот эти два парня сидели и хоть и изменяли, обили, знаете, вот в России, я не знаю, где вы, то есть я знаю, где вы живете, но вы же не в России живете. В России есть такая поговорка, разбьет, значит, любит. Вот вам и все, вот вам и все. Поверьте мне, потому что если безразличные, просто уходят и все. Поверьте мне, и ваш папа любил маму, конечно, конечно, любил, но мама там с особенностями, вот, и все, поэтому вот так он изменил, этого я не знаю. Ладно, все в порядке, внешне вы выглядите вот так вот, поверьте мне. Я уверен, что на вас глаз кладут мужчины, уверен, но вы сами своим поведением каким-то образом, значит, вот, отталкиваете, или я не знаю, или что, или, вот, очень симпатичная девочка, жаль, супруга ушла, вот, я хотел, чтобы она подтвердила. Ну, хорошо, ладно, все, счастливого, до свидания, все, счастливого, да, пожалуйста. Ну, вот так, девочка действительно, вот сейчас я посмотрел симпатичная, и губы она наполнила, вот, лицо, там, фигуру я не видел, вот, но внешность и молодая, и не дашь 35, выглядит гораздо моложе. И поверьте мне, что мужчины обращают на нее внимание, такого, знаете, южного типа девочка, вот, еще если вот тут и волосы хорошие, если бы она еще заплела, вот так бы эти коситки вообще было, там бы отбоя не было. Ну, вот видите, что такое комплект, вот вам и все, это дисморфофобия, это комплект физической каких-то недостатков, ну, а у нее, кроме того, еще и появился, кстати, и на алкоголичку не похоже абсолютно, свежее лицо такое, непропитое. Вот, ладно, слушайте. Вот так вот. Сегодня у нас уже 16 марта 2024 года. Вот так, время летит, уже скоро и март закончится. Скоро и лето, да? Скоро и лето. Все, счастливо.